Андрей Воронин, инструктор спецназа ГРУ. Глава первая. Приземистая и обтекаемая, созданная для скоростных шоссе и гладкого как стекло асфальта, больше похожая на новейший обращик западной военно-воздушной техники, чем на автомобиль среднего класса, темно-вишневая «Мазда» на пыльных улицах этого заштатного городишки бросалась в глаза сильнее, чем бронетранспортер или даже танк. Поэтому четверо молодых спортивного вида парней, составлявшие экипаж этой сверкающей иноземной роскошью ракеты, единогласно приняли решение припарковаться в глухом переулке позади кинотеатра, называвшегося «Не то Победа, не то Москва». Водитель приткнул машину вплотную за «Москвичом» и остался за рулем, а трое его попутчиков молча вышли из машины и, по-прежнему, не говоря ни слова, дружно зашагали по направлению к центральной площади городка. Собственно, говорить было не о чем. Все нужные слова были сказаны давным-давно, а лишние разговоры не приветствовались. Водитель извлек из кармана своего дорогого пиджака пачку «Мальборо Лайт» и, прикурив отникелированной «Зиппо», расслабленно откинулся на спинку сиденья, скользя равнодушным взглядом по непрезентабельному заднему фасаду кинотеатра и бревенчатым обиталищем аборигенов. На всякий случай он проверил, легко ли выходит из наплечной кобуры безотказная беретта, а затем развернул газету и сделал вид, что полностью поглощен чтением, успевая в то же время фиксировать и четверых замызганных аборигенов дошкольного возраста, зачарованно уставившихся на невиданную диковинку с безопасного расстояния, и с диким треском пропылившего мимо мотоциклиста в танковом шлеме. Из коляски мотоцикла буйно выпирали какие-то туго набитые мешки, и еще один мешок был привязан к заднему сиденью. И совершенно граблеподобного мужичонку в засаленном кургузом пиджачке и не менее засаленной кепке, который сжимал в скрюченных коричневых пальцах пол-литровку какой-то яблочной дряни с явным и недвусмысленным намерением прикончить ее, несмотря на сравнительно ранний час. Все эти персонажи оставили человека за рулем новенькой Мазды абсолютно равнодушным. Он не испытывал к ним никаких чувств, даже презрения. Для него они были существами низшего порядка. Он вдавил окурок в пепельницу, продолжая скользить холодным взглядом по убогим окрестностям, что не мешало ему с удовольствием вспоминать предыдущий вечер, проведенный в теплой компании себе подобных. «На месте!» – сказал один из троих пассажиров Мазды, кивком указывая на сиротливо приткнувшуюся у обочины зеленые «Жигули» с залепленными грязью номерами. На сером от пыли борту какой-то доморощенный юморист с большим старанием вывел. «Танки грязи не боятся!» «Да куда ж он денется с подводной лодки?» – хохотнул второй. «Не нравится мне это!» – сказал третий, обводя взглядом площадь. «Куда он в самом деле девался-то? Лысый где?» Теперь начали осматриваться все трое. «Да вон он, лысый!» – заметил наконец один и широко осклабился, блеснув золотой коронкой в правом углу рта. «Евеился!» – не запылился. Тот, кого называли лысым, издали помахивая рукой, появился на выщербленных ступеньках, которые вели в полуподвальное помещение. Над этой норой была укреплена полинявшая от дождей солнца вывеска, которая сообщала, что в полуподвале расположена одно из тех местечек, куда аборигены приходят на водопой, а именно пивной бар «Парус». Из ближайшей подворотни так разило аммиаком, что запах чувствовался даже на противоположном конце площади, не оставляя ни малейшего сомнения в том, где завсегдотая паруса избавляются от излишков потребленной влаги. «Вон там!» – сообщил лысый, подходя. «В пивнухе! Притомился, надо думать!» «Странно!» – сказал тот, что казался постарше, задумчиво трогая интеллигентного вида бородку, обрамлявшую его худое лицо с мелкими лисьими чертами. «До Москвы еще триста верст с гаком, а он что, в пивнуху?» «Он вроде торопился!» «Тебе это не странно, лысый?» «Отстань, серый!» – ощерился тот. «Че ты привязался, как мент?» «Странно, не странно, торопился, не торопился!» «Я почем знаю, странно это или не странно?» «Мое дело телячье! Вы меня высадили, сказали, следи!» «Я и следил!» «Он он, фраер ваш, в пивнике сидит!» «Че те еще?» «Я тебе, козел не серый, а Сергей Анатольевич!» – рассеянно заметил старший, продолжая задумчиво теребить бородку. «Зачем же ему гаду в пивнуху приспичило?» «Может, у него там стрелка?» «А что, очень даже может быть!» – поддакнул фиксатой. «Рандеву, так сказать!» «Вот скинет, че он там везет!» «И гуляй, Вася!» «А что он, кстати, везет-то?» «Да хрен его знает!» – с досады сказал старший. «У них ведь в простоте ни слова, все тайны, тайны!» «Ну да наше дело маленькое! Работу сделаем, а там хоть трава не расти!» «Лысый и Митяй, ну-ка, гляньте! Один он там!» «Да че там глядит-то?» – сказал лысый. «Мужик с ним какой-то на Опеле приехал, он на том, серебристом!» «А ведь точно стрелка!» – воскликнул фиксатый Митяй. «Не ори, урод!» – одернул его серый. «Всех лохов распугаешь!» «Стрелка не стрелка, не нашего ума дело!» «Обслужим клиента и сваливаем, а дальше пусть большие головы думают!» «Заслонов, ты сумку не потерял?» Бывший студент физмата, прозванный Заслоновым за недюжинный талант в обращении со взрывчатыми веществами и великая хитроумие во всем, что касалось всевозможных мелких диверсий, спокойно похлопал ладонью повисевшую у него на боку спортивной сумки. Лысый и Митяй при этом заметно вздрогнули. Лысый сделал неопределенное движение всем корпусом, не то побежать собрался, не то вообще плашмя рухнуть на светло-серый пыльный асфальт, который не ремонтировали со времен Николая Кровавого. Движение это не ускользнуло от внимания Заслонова, но он промолчал и лишь усмехнулся презрительно, отвернувшись в сторону. Лысого он не любил за природную тупость и приверженность культу грубой физической силы, избытком которой сам Заслонов похвастаться не мог. Еще в бытность свою рядовым и необученным, едва начав стаптывать первую пару корявых кирзовых говнодавов в забытом богом и людьми заволжском гарнизоне, он усвоил незатейливую, как и весь солдатский, а впрочем и не солдатский тоже, фольклор, истину. Студентов в армии не любят. Компания же, в которую привели его природная лень и некоторые дорогостоящие привычки, в интеллектуальном смысле мало чем отличалась от казарменной братьи. Впрочем, в который раз повторил в себе Заслонов, «Деньги не пахнут, а пока ты умеешь что-то, чего не умеют эти гориллы, ты всегда будешь на голову выше их». И он снова хлопнул ладонью по сумке, на этот раз гораздо сильнее. «Но ты забрал!» – не выдержал Лысый. «Я в шоке! Иди к этому козлу в пивняк и хлопай там, пока не обгадишься!» «Бед всегда со мной!» – бодро сказал Заслонов Серому, не удостоив Лысого внимания. «Можно приступать?» «Лысый, ты давай в пивняк, Митяй на входе. Я остаюсь здесь!» – распорядился Серый. «Погнали!» Трое молодцов пересекли площадь. Лысый спустился в благоухающие недра пивбара. Митяй остался наверху. Привалился широким задом к ограждавшим спуск в полуподвал перилом и с индифферентным видом прикуривал, кося одним глазом вниз, на дверь бара, а другим на Заслоново, который уже подошел к зеленым жигулям и с самым деловитым и непринужденным выражением лица, взламывал дверцу со стороны водителя. Как и следовало ожидать, замка хватило секунд на 15-20, после чего Заслонов, как ни в чем не бывало, открыл дверцу. Наблюдающий за ним с другого конца площади Серый напрягся в ожидании воя и улюлюканья, но сигнализации в машине не было. Опять же, как и следовало ожидать. А Заслонов уже вовсю шаровал под капотом, действуя с деловитой обстоятельностью, которая, как он неоднократно убеждался в ста случаях из ста, давала гарантию успеха и экономила время гораздо лучше любой суеты и спешки. Вся операция заняла не более двух минут. Заслонов спокойно опустил капот, захлопнул и запер дверцу, и неторопливо направился через площадь к скамейке, на которой сидел Серый. Тот дал знак Митяю. Митяй ленивым жестом отшвырнул недокуренную сигарету и, оторвав зад от перил, в развалочку спустился по выщербленным бетонным ступенькам в благоухающую полутьму, где Лысый, довязь от отвращения, цедил сквозь зубы, воняющие грязной тряпкой пиво, ухитряясь одновременно наблюдать и за клиентом, и за входом. Заметив Митяя, он брякнул недопитую кружку на прилавок и направился к выходу, окинув прощальным взглядом красноглазого бедолагу, который все вертел в руках грязный бокал и, похоже, так к нему ни разу и не приложился. «Ну что ж», – подумал Лысый, «его вполне можно понять». Еще через три минуты вишневая Мазда, сверкнув лакированным боком, неторопливо проехала через площадь и скрылась за поворотом. Некоторое время спустя из бара вышел человек. Сильно сутулись, он поднялся по ступенькам и на секунду приостановился, чтобы прикурить сигарету. Вид у него был помятый и затрапезный, а покрасневшие глаза с воспаленными веками свидетельствовали не то о длительном запое, не то о не менее длительном недосыпании. Со второго раза попав зажигалкой в задний карман светлых вельветовых брюк, он неторопливо зашагал к припаркованным у обочины зеленым жигулям, на ходу глубоко затягиваясь и выпуская дым через ноздри. Подойдя к машине, он долго шарил по карманам в поисках ключей, досадливо морщась и зажав сигарету в уголке рта. Дым разъедал ему глаза, и от этого человек морщился еще сильнее, так что со стороны могло показаться, будто он готов заплакать. Наконец ключи нашлись. Почему-то они оказались в бумажнике. Человек с некоторым недоумением пожал плечами и отпер дверцу. Опустившись на водительское сидение, он какое-то время сидел, безвольно уронив руки вдоль тела и прикидывая, не вздремнут ли ему часок-другой прямо здесь, за рулем. Безумное напряжение последних суток постепенно покидало его, стекая вдоль опущенных рук. И вскоре внутри не осталось ничего, кроме огромной серой усталости. Он сделал все, что мог, и заслужил право на отдых. Теперь все зависело от этого быстроглазого молодого капитана, да еще, пожалуй, от Господа Бога, или от Фортуны, или кто там еще заведует людскими судьбами. Он поймал себя на том, что уже начинает дремать, даже не захлопнув дверцу и выставив одну ногу на проезжую часть. Энергично встряхнувшись, как вылезшая из воды собака, он втянул забытую ногу в кабину и сильно хлопнул дверцей. Замок последнее время что-то стал барахлить, и как, впрочем, и все остальное. Изогнувшись, он запустил руку за спину и, вытащив из-за пояса пистолет, затолкал его в набитый промасленной ветошью, отвертками и прочим хламом бардачок. «И все-таки надо ехать», – решил он. «Выспаться можно будет и дома». Ключи опять куда-то запропастились, и он некоторое время бессмысленно шарил по карманам и по сиденью вокруг себя, пока взгляд его совершенно случайно не упал на приборную доску. Конечно же, ключи были там, где им и полагалось находиться. Ключ зажигания торчал в замке, а остальные мирно покачивались на колечке вместе с брелоком. «Трах-тарарах», – сказал он без всякого выражения, и повернул ключ. «Это и в самом деле был трах-тарарах». Когда пожарникам удалось сбить пламя, а местные омоновцы, внаспех в кривь и в кость напяленных бронежилетах, оттеснили, наконец, толпу любопытных аборигенов всевозможных возрастов и степеней алкогольной прострации и выставили некое подобие оцепления, сохраняя при этом полусонное выражение лиц, а вдалеке раздался приближающийся вой сирены, знаменующий прибытие органов следствия, изволнующейся массы заинтересованных наблюдателей, пятясь, спиной вперед, выбрался человек лет 35, одетый в выцветшие голубые джинсы, белые кроссовки и светло-серую спортивную куртку. Очень медленно, старательно сдерживая дрожь в руках, он закурил сигарету и, бросив последний взгляд на сплошную стену, окаменевших от любопытства спин, неторопливо зашагал к припаркованному поодаль серебристому опелю, самого непрезентабельного вида. Никто не обратил внимания на то, как ржавый опель отчалил от бровки тротуара и, бренча железом на выбоинах, постепенно наращивая скорость, покатил прочь из города. Даже роскошная вишневая Мазда, выпуска позапрошлого года, медленно проплывавшая через площадь, осталась незамеченной всеми, не считая, конечно, двух-трех малолеток, не сумевших пробиться в первые ряды зрителей. И потому от нечего делать глазевших по сторонам. «Грамотно», – сказал заслонову Серый, когда автомобиль, миновав скопище любопытных, выехал с площади. «Полагаю, государь мои», – обратился он уже ко всем, что помимо обещанной суммы нам присчитается и небольшая премия. Не прошло, однако, и часа, как ему представилась великолепная возможность убедиться в необоснованности такого предположения. Голос в телефонной трубке резал, как битое стекло. Поначалу все шло, как положено. Голос хозяина, которого Серый никогда не видел, да и, откровенно говоря, и не стремился увидеть, был вполне благожелателен до того самого момента, как Серый сообщил ему, что интересующий того человек, к сожалению, погиб во время взрыва. «Какие-то подонки», – сказал Серый, «подложили бомбу в его автомобиль». Вот тут-то и прорезались в голосе те самые режущие нотки, от которых по спине у Серого пробежала волна озноба. «То есть он выходил из машины?» – спросил Голос. «Ясно даже, и ежу», – не теряя присутствия духа, ответил Серый. «А как бы он иначе мог подорваться?» «Так», – сказали на том конце провода и надолго замолчали. «Ну вот что, дружок», – послышалось после паузы. «Быстренько скажи мне, да не вздумай что-нибудь напутать. Долго его не было?» «Минут пятнадцать». «И ты об этом так спокойно говоришь. Куда он заходил?» «Да в пивнуху, есть там такая. Парус называется». «Ну дальше, дальше, труп!» «С кем он разговаривал?» Серому не понравилось то, как его назвал Голос. Несмотря на отсутствие личных контактов, он был прекрасно осведомлен о том, что обладатель этого переменчивого Голоса слов на ветер не бросает. Удачно выполненный заказ оборачивался несколько неожиданной и весьма неприятной стороной. Поэтому Серый, до боли сжав зубы, чтобы не дрожал Голос, предпринял осторожную попытку перейти в контратаку. «Послушайте», – начал он. «Ведь такого уговора у нас не было. Работа сделана, а за все остальное мы не в ответе. Надо было в конце концов предупреждать». «А ты давай, давай, сынок, поучи меня, что я должен делать и чего не должен». «Да ты понимаешь, сучий потрох, что ты натворил?» «Ты меня убил!» «Зарезал, в землю закопал!» «Только я ведь тебя из-под земли достану!» «Учти!» «Если то, что этот мужик вез, попадет не в те руки, много голов полетит, и твоя – первая. Ну, что теперь скажешь?» Серый облизал пересохшие губы и попытался что-то сказать. Но из горла вырвался только какой-то хриплый писк. «А ты попробуй-ка еще раз!» – посоветовал голос. Серый скрипнул зубами и, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, выдавил в трубку. «Опель, опель Аскона, серебристый, ржавый весь, долбанный-передолбанный, мужик в светлой куртке, в джинсах, брюнет, то ли брюнет, или шатен. Если кто-то и взял, то он, точно. «Давай номер машины!» – быстро спросил голос. Серый напрягся и, припомнив, продиктовал номер. «Ну ладно, щенок!» – сказали ему. «Отсрочку ты заработал, но только отсрочку. Если что-то не получится, если этот подонок прорвется, ну, в общем, ты об этом узнаешь одним из первых». «Да пошел ты!» – с тихим отчаянием сказал Серый в короткие гудки отбоя. Руки тряслись так, что повесить трубку на рычаг удалось лишь с третьей попытки. После этого он долго стоял в будке таксофона, прислонившись лбом к грязному стеклу, борясь с подкатывающим горло тошнотворным животным ужасом, и проклиная тот день, когда, польстившись на высокий гонорар, впутался в чужую игру по неизвестным правилам, а, скорее всего, и вовсе без правил. Он не заметил, как к будке подошел лысый. Без церемоний потянув на себя неподатливую дверь, он всунул в образовавшуюся щель пляшивую башку и спросил. «Ну, ты чего, Серый? Сколько тебя ждать-то можно?» «Да пошел ты в жопу, козел!» – заорал Серый так, что разом запершило в горле, и, оттолкнув с дороги опешившего подельника, опрометью бросился вон из будки. Грунтовка была узкая и, по всем приметам, малоезженная. Лес вплотную подступал к двум неглубоким, уже начавшим затягиваться худосочной травой, колеям, в которых было полно прошлогодней сосновой хвои и растопыривших серые чешуйки мертвых шишек. Неподалеку от того места, где проселок упирался в четырехполосное шоссе, сосновый бор сменялся непролазной мешаниной лиственного молодняка, берез, осин, чахлого малинника и высокой по колено серебристо-зеленой травы, надежно скрывавшей, догнивающей на корню трухлявые лапти невостребованных боровиков и россыпи невесть откуда взявшихся ржавых консервных банок. Дорогу перегораживал сбитый из ошкуренных сосновых жердей шлагбаум, украшенный помятым и облупившимся жестяным кругом, на некогда красной поверхности которого с трудом угадывался белый прямоугольник запретительного кирпича. Тянувшаяся параллельно шоссе заросшая канава, по дну которой лениво текла черная от торфяной взвеси вода, встречаясь с грунтовкой, ныряла в забитый лесным мусором кюльверт, почти совершенно скрытый от глаз с висающими прядями травы. За канавой кусты становились ниже, постепенно сходя на нет, словно душный зной раскаленного асфальта и сизый туман выхлопных газов, высасывали из них жизненные силы. На желтой каменистой обочине, немного правее того места, где грунтовка обессиленно выползла на шоссе, белел километровый столбик, увенчанный синей табличкой, утверждавший, что от этого всеми забытого места до Москвы всего 108 километров. На противоположной стороне дороги пейзаж оживлял большой фанерный щит с аляповатым рисунком и надписью «Берегите лес от пожара». Чуть ниже этого пламенного призыва чья-то преступная рука вывела углем. Полагушин петух Два человека, полдня изнывавшие от зноя безделье в раскаленной кабине милицейского уазика, скрытого кустами обочины в двух шагах от шлагбаума, успели изучить надпись вдоль и поперек. Обе передние дверцы автомобиля были распахнуты настежь, но это почти не помогало. И двое в милицейской форме истекали потом, с растущим раздражением, ощущая, какими скользкими и липкими становятся их тела, и с надеждой поглядывая на тень, которая тянулась и все никак не могла дотянуться до них с противоположной стороны дороги. Сидевший справа от водителя человек в форме лейтенанта Гаи, изогнувшись, извлек из кармана галифе смятый носовой платок и, невнятно помянув чью-то мать, вытер взмокшее лицо. Дремавшись за баранкой, водитель встрепенулся. «Чего?» – спросил он, протирая заплывшие глаза. «Да ничего!» – недовольно поводя длинным хрящеватым носом, ответил лейтенант. «Разит, говорю, от тебя, как от козла!» «Так ведь не от меня одного!» – миролюбиво ответил водитель и, перегнувшись через спинку сиденья, извлек откуда-то початую бутылку водки. «О, на!» – сказал он, протягивая бутылку лейтенанту. «Дезодорант Old Spice. Только для настоящих мужчин». «Мужчина! Ты и так уже за рулем спишь! Смотри, упустим клиента, мало не покажется». «Обижаешь, Петрович!» – протянул водитель. «Ведь не ради пьянки окаянной, а токма здоровья для...» Лейтенант, сделанный неохотой, принял бутылку и, высоко запрокинув голову, сделал несколько больших глотков. Лоб его моментально покрылся испаренной, глаза заслезились. «Теплая сука!» – сдавленно пробормотал он, утирая глаза рукавом и передавая бутылку сержанту. «Ты занюхай, Петрович, занюхай!» – сказал сержант, принимая бутылку и вкладывая в слепо шарящую руку сухую горбушку. Лейтенант поднес горбушку к носу и несколько раз силой шумно втянул воздух. Взгляд его прояснился, и он зашарил по карманам, ища сигареты. По кабине поплыл пронзительно острый запах свежего водочного перегара. «Ну, за успех гнилого дела!» – сказал сержант, раскрутил бутылку и в три огромных глотка осушил ее до дна. «И вправду теплая!» – констатировал он, переводя дыхание. «Надо будет в думу написать, почему, мол, в ментовских луноходах холодильников нет, и через этот недосмотр народ терпит великие лишения. Пускай бы приняли закон, все равно им там делать нехрена. Даешь портативный холодильник в каждую ПМГ». «Да-да», – саркастически подхватил лейтенант. «И по резиновой зине каждому сержанту». «А что? Я за. Причем всеми четырьмя конечностями», – заявил сержант, примериваясь зашвырнуть бутылку в кусты. Лейтенант перехватил его руку и отобрал бутылку. «Баран ты, Степанов!» – сказал он, тщательно обтирая бутылку носовым платком. «Обезьяна в погонах! Учишь вас, учишь!» «Не, ну ты уж прям пошел бы и на щите расписался. Тут, мол, был Степанов по мокрому делу. И тоже петух. И писал бы потом в думу из зоны. Даешь, блин, каждому пидору по мешку гандонов!» «Да пошел ты!» – обиделся Степанов. «Тоже мне, вождь и учитель, нарисовался. Хрен сотрешь. Ишь, эксперт-криминалист!» «А ты, Леша, не бухти!» – примирительно сказал лейтенант, самолично отправляя начисто вытертую бутылку под ближайший куст. «Нам за это дело хорошие бабки обещаны. И я из-за всякой лабуды на кичи припухать не намерен. Да и тебе не советую. Тем более, что долго мы с тобой там не протянем. Сам ведь знаешь, как эти дела делаются. Так что соберись, дружок. Это тебе не на посту трешки стрелять. С Муром шутки плохи, а с хозяином и того хуже». «Да ладно, не лечи!» – вздохнул Степанов. «Ну, считай, что все уже осознал». Некоторое время они молчали, дымя сигаретами и равнодушно провожая глазами со свистом проносившиеся мимо машины. Потом Степанов беспокойно завозился и, цепляясь автоматом, полез наружу. «Ты куда?» – спросил лейтенант. «Так ведь отлить надо», – сказал Степанов. «Давление на клапан превышает критическую отметку. Ай да, я угощаю». «Хэ, что, Эк?» – хохотнул лейтенант. «На халяву можно и отлить». Треща кустами, они продрались через подлесок и встали рядышком на краю канавы, одинаковым движением задвинув за спину свои короткоствольные автоматы. Обоих слегка покачивало. Жара и водка делали свое дело. Правда, жара уже спала. Дело шло к вечеру, и солнце наконец-то провалилось в тартарары, где-то за лесом, вплотную подступившим к шоссе с запада. «Сделал дело, гуляй смело!» – глубокомысленно изрек лейтенант, сплевывая окурок в канаву и застегивая галифе. «А мне вот что-то не по себе, Петрович, не по себе!» – возясь с пуговицами, признался Степанов. «Трясет меня чего-то? Это ведь и в самом деле не трешки стрелять!» Лейтенант круто развернулся и пристально посмотрел на напарника. Выглядел тот и впрямь неважнецки, даже губы побелели. «О, джессука!» – подумал лейтенант. «Только этого мне и не хватало!» «Ты еще заплачь, гнида!» Вслух, однако, он произнес совсем другое. «Баксы, Леша, баксы!» – проникновенно сказал он. «Знаешь, сколько за эти деньги тебе надо на посту корячиться? Ты посчитай на досуге, подумай!» «Не о том еще подумай, падла!» Зашипев, он вдруг схватил сержанта за портупею и притянув его к себе вплотную. «Ты подумай, падла! Что с тобой будет, если вздумаешь на попятную?» «Я тебя сам схороню в этой самой трубе!» – кивнул он в сторону смутно белевшего сквозь траву края кюльверта. «Вместе с клиентом схороню!» «Понял!» Напоследок, крепко встряхнув ни с того ни с сего раскисшего сержанта, лейтенант отпустил портупею и, не оглядываясь, напролом двинулся к машине, слыша, как Степанов тяжело вздыхает и трещит ветками позади. Он хотел было остановиться и сказать сержанту что-то еще. Но тут в машине пронзительно запищал зуммер. В три прыжка, добежав до автомобиля, лейтенант вскочил в кабину и сорвал с подставки трубку радиотелефона. «Шестой на связи!» Успел бодро отрапортовать он, прежде чем до него дошло, что зуммер продолжает пищать. «От же твою мать!» – с чувством сказал лейтенант и, не глядя, швырнув трубку на сиденье, схватил лежавший на приборном щитке сотовый телефон. Некоторое время он молча слушал сузившимися глазами, глядя в сторону видневшегося сквозь занавес березовых ветвей шоссе. «Вас понял!» – сказал он наконец. «Приступаю!» В открытой дверце со стороны водителя вопросительно маячило лицо сержанта Степанова, похожее в сгустившихся сумерках на бледную луну. «Все, Леша!» – сказал этому лицу лейтенант. «Понеслась! Через десять минут он будет здесь!» Перегнувшись назад, он достал с заднего сиденья фуражку и полосатый жезл с подсветкой. «Заводи!» – скомандовал он, и патрульная машина, взрывев изношенным двигателем, выкатилась из кустов и замерла на обочине шоссе. Двенадцатилетний Опель Аскона явно просился на свалку. Сквозь покрывавшую мятые крылья серебристую краску явственно проступали пятна ржавчины. Передний бампер бессильно отвисал книзу, как слюнявая губа идиота, а изъеденный коррозией низ кузова напоминал причудливую бахрому. В правом верхнем углу лобового стекла красовался большой паук, и во время движения вся эта конструкция натужно скрипела и дребезжала, грозя вот-вот развалиться и остаться посреди шоссе груды ржавого, ни на что более негодного железа. Это самоходное некротическое явление неизменно вызывало у всех встречных и поперечных улыбки, в которых были и жалость, и презрение. Иногда на него показывали пальцем. Тем не менее, двигатель этой развалюхи урчал ровно и мощно, и повороты она брала, не снижая скорости. Процесс разложения явно не пошел дальше кузова. Человек, сидевший за рулем серебристого «Опеля», был прекрасно осведомлен о возможностях своего автомобиля, и потому лишь кривовато усмехнулся, заметив повисший на хвосте джип. Поначалу он решил, что позади просто очередной любитель легких побед на шоссе, какой-нибудь бритоголовый недоумок, решивший покрасоваться перед новой девкой. Если это был хвост, то вел он себя до неприличия нахально, просто лез в глаза своей наваренной на передний бампер хромированной рамой, на которой красовались аж шесть дополнительных противотуманных фар. Эти фары неотступно маячили в зеркале заднего вида, то приближаясь, то вновь отставая, но, впрочем, недалеко. Водитель «Опеля» снова улыбнулся, в который уже раз припомнив незабвенного ремарка. Как же звали тот автомобиль в трех товарищах? «Карл?» «Да вроде бы да, а может быть и нет. Надо же, забыл». Он честно попытался припомнить вылетевшее из памяти имя и обескураженно покрутил головой, снова поймав себя на том, что постепенно, совершенно незаметно для себя, забывает многое из того, что когда-то составляла, казалось, самую сущность его натуры. «Да, ремарка надо бы наперечитать», – вслух сказал он, зная, что наверняка не дойдут до этого руки. Между тем болтавшийся позади джип не отставал, несмотря на то, что «Опель» задал весьма высокий темп гонки. Это было подозрительно. Тем более, что в один из моментов, когда джип приблизился едва ли не на расстояние вытянутой руки, водитель «Опеля» разглядел сквозь тонированное лобовое стекло двоих сидевших в кабине мужчин в солнцезащитных очках. И, что характерно, никаких крашеных тёлок. «Поду ли я стрелой пронзённой? Или мимо просвистит она?» – спросил он у зеркала заднего вида и вдавил педаль акселератора в покрытый потёртым резиновым ковриком полкабины. Форсированный двигатель бархатно взревел, принявшись с удвоенным аппетитом пить дорогой бензин, и утыканная дурацкими противотуманными фарами хромированная рама начала быстро уменьшаться в размерах. Водитель «Опеля» пошарил в бардачке и, наугад выбрав кассету, не глядя сунул её в щель магнитолы. Грохот рок-н-ролла заглушил скрип и дребезжание дышавшего наладан кузова. Хромированная рама далеко позади сверкала бликами заходящего солнца и вскоре совершенно пропала из виду. Хвост, если это был он, безнадёжно отстал. «Вот и гуд, матка», – одобрительно сказал водитель своему автомобилю. Он был даже отчасти благодарен тем двоим в джипе. Сами того не ведая, они помогли ему проснуться. Сказывалось безумное напряжение нескольких последних дней, и на протяжении примерно двухсот километров он клевал носом, то и дело отключаясь от действительности, то забегая мыслями вперёд, то возвращаясь назад в полутёмный, провонявший несвежим пивом и лежал и селёдкой полуподвал, где за покрытыми липким светлым пластиком столиками гомонили, утоляя жажду, засаленные гуманоиды, и где внешне совершенно неотличимый от них курьер с красными от недосыпания глазами передал ему безобидный с виду квадратик чёрной пластмассы, компьютерную дискету, при этом сказав «Ты учти, капитан, штуковина – это похлеще динамита, и покуда она с тобой, считай, что у тебя в кармане граната без чеки. Зазеваешься – мокрого места от тебя не останется». «Ну, зевать мы не обучены», – ответил он тогда небрежным жестом, убирая дискету во внутренний карман спортивной куртки. «Доставим в лучшем виде, будь спок». «Ну что ж, желаю удачи», – всё так же серьёзно сказал курьер, и, не прощаясь, поднялся и зашагал к выходу, сильно сутулись и на ходу выковыривая из мятой пачки сигарету. А через две минуты снаружи громыхнуло, и в пивной посыпались стёкла. Голдящая толпа возбуждённых гуманоидов вынесла его наверх как раз вовремя, чтобы успеть во всех подробностях разглядеть заворачивающийся чудовищным штопором столб багрово-чёрного дымного пламени. Тряхнув головой, он постарался отогнать это воспоминание. «Строго говоря, – подумал он, – чего-нибудь в этом роде и следовало ожидать? Невозможно даже представить, чтобы эта мразь сдалась без боя. Как же? Столько нахапано, наворовано, а главное – власть, власть, власть!» Он вздохнул. Сама смерть курьера не слишком выбила его из колеи. Он прошёл весь путь от Кабула до Грозного и навидался всякого, постепенно приучив себя не отворачиваться при виде чужой агонии. Тем более, что позволить себе малейшего проявления слабости он сейчас просто не мог. Это было равносильно самоубийству, о чём красноречиво свидетельствовала незавидная судьба незнакомого курьера. «Сила! – думал он. – Какую же огромную силу они набрали, сволочи! Огромную, безжалостную, тупую. И реакция у них – будь здоров! Малейший укол, ничтожный раздражитель. А зверь уже развернулся и клыками. Да ладно, к чёрту, к чёрту! Не об этом сейчас надо думать, а о том, как живым добраться до Москвы. Всего-то километров двести и передать то, что надёжно спрятано в тайнике под сиденьем. «Ты не обязан! – говорил ему генерал, тяжело облокотившийся гранитный парапет и, глядя, как струится внизу Москва-река. – Это моя война, а я больше не твой командир. Риск большой, а орденов, сам понимаешь, не предвидится. – Так какие уж тут ордена! – неловко усмехнулся он, уже зная, что не сможет отказать этому человеку, какова бы не была его просьба. «За участие в гражданской войне ордена не полагаются», – процитировал он своего собеседника, не принявшего когда-то звезду Героя России за чеченскую кампанию. Тот улыбнулся некрасивым чересчур большим ртом и привычным жестом поправил фуражку. «Да, капитан, – сказал он. – Смотри-ка, до чего дожили. Значит, не жалко тебе отпуска?» «Не жалко, товарищ генерал. Но тогда слушай. Дело это для тебя, армейского разведчика, в общем-то, плевое. Всего-то и надо, что встретить курьера и доставить посылочку мне. К тебе обращаюсь, потому что посылочки этой цены нету. За нее большой кровью плачено. Короче говоря, кое-кто на самом верху толкнул чеченам партию оружия. Ну, само собой, не бесплатно. И думал стервец, что все концы в воду спрятал. А он кончик-то и отыскался. Тут большие деньги замешаны, говорю тебе сразу. И не могу я в это дело кому попало доверять. ФСБ, КГБ – все одно дерьмо, только вывеска другая. Не верю я им, капитан». «Так, по-моему, товарищ генерал, они давно уже сами себе не верят». «Да, брат, это ты точно. А жена-то у тебя есть?» «Да вот как-то не собрался. То некогда, то недосуг. Ну, сами знаете, как оно бывает». «Уже легче», – вздохнул генерал. «Запомни адрес и пароль». Мотор успокаивающе монотонно урчал. Километровые столбы неслись навстречу. 182, 181, 180. Близился вечер, и над дорогой толклась мошкара, собираясь прозрачные подвижные облачка. Она разбивалась отрезнувшее лобовое стекло, налипала на решетку радиатора. Капитан армейской разведки Алехин поморщился, представив, каково ему будет завтра отдирать все это хозяйство. И ведь до утра присохнет, зубами не оторвешь. Опель, не снижая скорости, проскочил пересечение со второстепенной дорогой. Мелькнул пыльный проселок, кажущийся с большого расстояния белоснежными стены каких-то коровников или свинарников. Ну, в этих тонкостях коренной москвич Алехин разбирался слабо. С проселка вдруг вылетели и увязались следом двое мотоциклистов, сплошь в черной запыленной коже. Лиц не разглядеть за глухими непрозрачными забралами шлемов. Рокеры? Да, в общем, да хотя нет, вспомнил Алехин. Рокеры – это из древней истории, что-то времен Очакова и покорения Крыма. Теперь это зовется как-то по-другому. То ли… А, ну да, по-моему, байкеры. Под одним из этих чернокоженных кентавров ревел, надрываясь весьма ухоженный, изукрашенный, но вполне тривиальный Урал. Зато другой, похоже, являлся счастливым обладателем самого настоящего Харлея. Алехину ни к селу, ни к городу вспомнилось, что кто-то когда-то говорил ему, будто у Харлея заднее колесо закреплено в вилке жестко, без всяких амортизаторов и прочих нежностей. Такие, мол, в ихней Америке дороги, что амортизаторы просто не нужны. Его так и подмывало выяснить, правда это или нет. И в другой ситуации он, несомненно, так бы и поступил. Но сейчас эта затея представлялась ему чересчур рискованной. Алехин присмотрелся к мотоциклистам повнимательнее. «А ведь тяжеловаты ребятки для тинейджеров», – решил он. «Не то стать. Да и что им делать здесь, в двух сотнях верст от Москвы». Ох, ведут они меня. Ох, ведут. Хотя, с другой стороны, чем мы хуже Америки. А там некоторые и в сорок знать ничего не хотят, кроме своего мотоцикла до каски с рогами. А что до расстояния, так ведь для дурной собаки сто верст не крюк. Он немного снизил скорость, внутренне готовясь к самому худшему. Сейчас, вот сейчас, тот, что на Харлее, а может и другой, а может и оба разом достанут из-под своих курток пистолеты, и надо будет, как тогда, в Чечне. Мотоциклисты промчались мимо, ни разу не оглянувшись. У того, что ехал на Урале, поперек спины красовала сделанная по трафарету надпись «Файк Хео». Мда. Другое время и при прочих равных условиях я бы тебе показал «Фак». И словно надписи было мало, романтик шоссейных дорог сунул руку за спину и показал Алёхину кулак с отставленным средним пальцем. Вот же козёл. Впрочем, это всё-таки лучше, чем пистолет. Алёхин дал байкерам скрыться из виду и только после этого прибавил скорость. Встреча оставила неприятный осадок, и сколько он не укорял себя за мнительность, в глубине души Алёхин не сомневался в том, что поступил правильно. Интуиция что-то такое нашёптывала, да и не похоже было, что ему так вот запросто позволили въехать в Москву с этой бомбой под сиденьем. В сгущающихся сумерках, как призраки, мелькали белые километровые столбы. А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. Вспомнил он, включая фары. И тишина. 139, 138, 135. Неужели всё-таки пронесёт? На 130-м километре прямо под столбиком стояли, сцепившись рогами, давешние мотоциклисты. Немного поодаль Алёхин заметил тлеющие оранжевые огоньки сигарет. Когда ржавый Opel на удивление тихо прошуршал мимо, один из мотоциклистов вынул из нагрудного кармана своей кожанки сотовый телефон и нажал кнопку вызова. Ему ответили не сразу. А когда ответили, он заговорил нетерпящим возражений тоном. Шестой, ты? Объект только что проехал 130-й километр. Скорость приличная. Так что минут через 10 наверняка будет у вас. Действуйте, как договорились. Только пусть сначала отдаст посылку. Хозяин хочет лично убедиться. Всё, действуйте. Ну и как, Саня? Обернулся он ко второму мотоциклисту, убирая телефон в карман. Как, по-твоему, жив рок-н-ролл? Или уже помер? Ещё маленько жив. Осклабился тот, проверяя, легко ли выходит из кобуры пистолет со спиленным номером. Но в скорости непременно помрёт. Как по мне, так туда ему и дорога. Даже как-то странно слышать такие твои речи, сказал его товарищ. Ты на себя-то посмотри. Ведь вылитый рокер. А чё это у меня там на спине написано? Ты не прочтёшь ли? Предложил весёлый Саня, и они, отсмеявшись, закурили ещё по одной – на пассажок. Они едва успели докурить до половины, когда серебристый «Опель» достиг 108-го километра. Фары выхватили из темноты квадратную корму патрульной машины с забранным решёткой окошком. Стоп-сигналы лунохода кроваво сверкнули отражённым светом. Шагнувший на дорогу гаишник в белой портупее повелительно взмахнул светящимся жезлом, приказывая остановиться. Повинуясь устоявшейся привычке, за годы успевшей превратиться в условный рефлекс, Алехин принял к обочине и остановился. Но подумал, что, возможно, делает он это зря. Однако дебелый детина в сержантских погонах с короткоствольным автоматом под мышкой уже обнаружился прямо перед капотом, заслоняясь ладонью от режущего света фар. Другая его рука лежала на автомате. Алехин выключил фары. Второй гаишник, небрежно заткнув свой жезл за голенище, неторопливо приблизился сзади. Этот, как успел заметить Алехин, был в чине лейтенанта. В позах и поведении обоих гаишников было что-то странное. Алехин пригляделся повнимательнее. Так ведь они же пьяные, понял он вдруг. Не под газом и не вдетые, а именно пьяные. Вот тяна. Только этого мне и не хватало. Алехин медленно с неохотой стал вылезать из машины навстречу нетвердо ступающему лейтенанту. Но тот вдруг ускорил шаг и на ходу, уже беря автомат на изготовку, крикнул. Сидеть, падаль! Внезапно оказавшийся рядом сержант грубо толкнул Алехина в плечо, силой усаживая на место, и сунул в лицо воронкообразный раструб, которым заканчивался ствол автомата. А ну давай ключи! Скрипнув зубами, Алехин заглушил двигатель и отдал сержанту ключ зажигания. Глупо-то как, господи! Думал он. Да чего же глупо! На какую-то долю секунды он представил, как хватает ствол автомата, резко дергает его в сторону и на себя. А потом этот пьяный боров и опомнится не успеет, как будет вверх ногами валяться в кювете. Но нет. Сидя в машине, много не навоюешь. Низко, тесно, неудобно. Да и второй уже был рядом. Сержант уступил начальству места и снова переместился к капоту, продолжая держать Алехина на мушке и время от времени коротко сотрясаясь всем телом. Похоже, его мучила и кота. Лейтенант наклонился к дверце, обдав Алехина волной густого перегара. В лицо ударил слепящий свет мощного фонаря. «Ты гля, Степанов!» – сказал лейтенант, не поворачивая, впрочем, головы к напарнику. «Опять они там в управлении... даже не... Так это ж ведь русский!» «Это еще посмотреть надо, какой он русский!» – мрачно отозвался Степанов и громко икнул. «А в чем дело-то, лейтенант?» – сухо спросил Алехин, стараясь подавить начавшую шевелиться где-то в глубине души надежду, что все это не более чем досадная ошибка. «Виноват!» – сказал лейтенант. «Инспектор ГАИ, лейтенант Дробов. Предъявите документы!» «Пожалуйста!» – Алехин вложил в протянутую руку документы. «А в чем, собственно, дело?» «Так...» – протянул ГАИшник, светя фонариком в раскрытый военный билет Алехина и игнорируя поставленный им вопрос. «Капитан Алехин, армейская разведка!» «Слыхал, Степанов? Капитан армейской разведки! Вот тебе и Чечен!» «Развели, бардак, козлы! Сидят там с жопами своими, из головы террористов выдумывают!» «Машина ваша?» – спросил он у Алехина. «Так ведь техпаспорт у вас в руках!» «Ах, ну да, конечно!» «Так, Opel Ascona, цвет, ага, номер, так, владелец, ага, все в порядке!» «Я могу ехать?» – спросил Алехин, пряча документы в карман. «Видите ли, я тороплюсь!» «Так, как вам сказать?» – неопределенно протянул гаишник, почему-то опять направляя фонарь прямо Алехину в глаза. «С одной стороны, ну, явная же ошибка, но вот с другой... Боюсь, нам придется вас задержать до выяснения некоторых обстоятельств». «Ну, вот что, лейтенант!» – сказал Алехин самым сварливым тоном, на какой был способен. «Или вы немедленно объяснитесь, или я буду вынужден подать официальную жалобу. И будьте уверены, этот цирк вам даром не пройдет!» «А вы меня не пугайте!» – оскорбился гаишник. «Я, между прочим, на службе. А наша служба и опасна и трудна, слыхали?» «Тут вот какая заковыка, товарищ капитан. Дали нам ориентировочку на вашу машину. Едет, мол, в Москву гастролер из Чечни. В метро решил покататься, кино там посмотреть. Ну, вы понимаете. Мало нам было урагана, так теперь еще этот лидер черножопый». «Фу, бред-то какой!» – сказал Алехин. «Я что, по-вашему, похож на чеченца?» «Да ну, какой же вы чеченец?» «Однако ж, на этих гадов кто только не работает!» «А документики при нынешнем уровне техники, сами понимаете. Так что придется прокатиться. Пересядьте на заднее сидение». Подкрепив свои слова повелительным движением автоматного ствола, гаишник, хоть и был заметно пьян, предусмотрительно сделал два шага назад и навел автомат прямо в живот выходящему из машины Алехину, которому все уже было предельно ясно. Капитан прекрасно понимал, что угодил в ловушку, как безмозглый кролик, и жив до сих пор только потому, что им нужна не столько его жизнь, сколько дискета. «Стоять!» – скомандовал лейтенант. «Лицом к машине, руки на кабину, ноги шире плеч. Степанов обыскать!» Подошедший Степанов двумя ударами тяжелого сапога раздвинул пошире расставленные ноги Алехина. «Не жмись, не жмись, чё ты как целка!» Почти добродушно приговаривал сержант, деловито и вполне профессионально обыскивая капитана с головы до ног. «Пустой!» – слегка обескураженно доложил он, закончив обыск. «Но пустой так пустой!» – миролюбиво сказал лейтенант. «В машину!» «Степанов, за руль!» Серебристый «Опель» задним ходом обогнул стоявшую с потушенными огнями ПМГ. Степанов с хрустом и скрежетом переключил передачу, и автомобиль, свернув с шоссе, скатился на грунтовку. Перед самым шлагбаумом машина, судорожно дёрнувшись, заглохла. Степанов выключил фары. «Вот никак не привыкну к этим долбаным иномаркам!» – сообщил он, никому конкретно не обращаясь. «Ну вот!» – сказал лейтенант. «Здесь нам будет уютно. Такие вот дела, капитан. Непременно нужно, чтобы ты нам посылочку отдал. Я уж не знаю, что ты там такое везёшь, да и знать, поверь, не хочу. А только отдашь посылочку, так расстанемся друзьями. «Не отдашь – не обессудь. Место тут глухое, ни одна падла не найдёт». «Так какой будет твой положительный ответ?» «Вы с кем-то меня, ребята, спутали», – сказал Алёхин. «И путаница эта вам ещё ой как икнётся». Сидевший за рулём Степанов, вдруг не сдержавшись, громко икнул. «Вот-вот», – сказал Алёхин. «Так в героя, значит, решил поиграть», – процедил лейтенант с излишним драматизмом, который присущ пьяным людям. В иной ситуации это, пожалуй, прозвучало бы смешно. «Ну что ж, давай поиграем. Выходи из машины, гондон». Степанов уже стоял у дверцы с наведённым автоматом. Алёхин медлил, взявшись руками за раму распахнутой дверцы, пока сидевший рядом лейтенант не ткнул его в поясницу твёрдым стволом автомата. Тогда он неторопливо полез наружу. Степанов икнулся, дрогнувшись всем телом. В следующее мгновение он обнаружил себя лежащим на спине, и нижняя челюсть, похоже, была вывихнута, а свалившийся сверху автомат больно припечатал нос. Чисто рефлекторно он наугад выбросил руку куда-то в сторону. Рефлексы сработали лучше сознания. Ладонь сержанта мёртвой хваткой сомкнулась на чьей-то лодыжке. Он даже не понял, на чьей именно. Он ничего сейчас не понимал ослеплённой болью. И Алёхин, издав неразборчивый возглас, с треском полетел головой в кусты. Нога его при этом вырвалась из сержантского захвата, но, пока он возился, ища опору в густом переплетении упругих тонких ветвей, подскочивший лейтенант с хрустом ударил его сапогом в лицо. Удар отбросил Алёхина назад на дорогу. Упав на спину, Алёхин выбросил ногу навстречу изготовившемуся для следующего удара гаишнику. Лейтенант обхватил обеими руками промежность и медленно сел на землю. Автомат, глухо брякнув, упал в пыль. Терять было нечего. Капитан метнулся к автомату и уже коснулся пальцами металла, когда мир вокруг взорвался ослепительно белой вспышкой, и навалилась темнота. Постепенно во мраке возникли две вещи – голоса и боль. Капитан армейской разведки Алёхин без особой радости понял, что всё ещё числится в списках живущих. Боль сосредоточилась в затылке, которая ломила со страшной силой. – Чем же это они меня? – подумал Алёхин. – Автоматом, не иначе. – Да, капитан, говняное твоё дело. – Это ж кому рассказать? Два пьяных мента укатали. – Да ещё как укатали! Впрочем, приходя понемногу в себя, Алёхин начал сознавать, что укатали его не так, что пушочень. Голова, конечно, раскалывалась, и, похоже, не хватало парочки передних зубов, но всё остальные части тела вроде бы были на месте и в относительном порядке. Кроме того, в самом низу колоды у него был припрятан козырной туз, о котором эти весёлые парни не знали и знать не могли. Успеть бы только сделать ход. Закончив мысленно инспектировать свои внутренние органы и прочие руки-ноги, капитан стал прислушиваться к голосам. Судя по всему, один из ментов, вроде бы сержант, нёс при нём караульную службу, а другой как раз завершал тщательный и тщетный обыск машины. – Вот же, блин! Надыбали мы с тобой работёнку, Степанов! – сетовал он, заканчивая потрошить заднее сиденье. – Сейчас бы домой к тёплой бабе под бок, а тут болтайся как хрен в проруби. – Да, к бабе это дело. – Согласился Степанов. – Как там твоё хозяйство-то? Цело? – Я уж было подумал, что больше тебе по бабам не ходить. – Обижаешь! – хмыкнул лейтенант. – В школе милиции, чтоб ты знал, перед выпуском всем будущим лейтенантам яйца покрывают скорлупой повышенной прочности для сохранения ценного генофонда. – Понял? – Как там наш крестник-то? Жив ещё? – Да жив! – Куда он денется? – Ишь ты, куда денется? – Дурак ты, боцман! И шутки у тебя дурацкие. Вот замочил бы ты его раньше времени, что бы тогда делал? Посылочки-то не видать, а без неё возвращаться не велено. – У кого б ты тогда про посылочку-то спросил? – Проверь-ка, кстати, может, он уже выспался? – Степанов ткнул Алёхина сапогом под рёбра. Капитан застонал и открыл глаза. – С добрым утречком! – приветствовал его сержант. – Милости просим обратно в компанию. Скажешь, что у тебя спрашивают? Или ещё поиграем? Алёхин с трудом разлепил разбитые в лепёшку губы. – А у тебя дети есть, Степанов? – прохрепел он. – Нету! – растерялся тот. – А нахрена они мне нужны? Спина грыза! – Это хорошо! – сказал Алёхин. – Чё это? – Так мудаков на свете меньше будет. Он попытался приподняться, и тут Степанов сладострастно хэкнув нанёс ему полновесный удар в живот. Алёхин, корчась, пытался отползти к машине, беспомощно скребя ногами по земле. А раскрасневшиеся вошедшие в раж гаишники азартно избивали его сапогами и прикладами автоматов. – Гля, Петрович, ползёт! – пропыхтел Степанов, деловито обрабатывая правый бок своей жертвы остроносыми хромовыми сапожищами сорок пятого размера. – Пускай ползёт! – отозвался лейтенант, трудясь над левым боком. – Земля круглая, приползёт обратно, как миленький. – И ведь какой пидорюгу упорный! – Но куда ты ползёшь? – Ползком от нас не уйдёшь. – Ни ползком, ни бегом, ни на машине. – Потому как мы – органы охраны правопорядка. – Правопорядка, ясно. – А ты, пидор гнутый, мешаешь нашей работе. – Колодца не хочешь. – Где посылка, паскуда? – Говори, где? Некоторое время возле шлагбаума слышались только глухие звуки ударов да хриплое одышливое дыхание трёх человек, затеявших в этом забытом месте старую как мир игру. Постепенно Алехин почти перестал ощущать боль. На свете не осталось ничего, ни боли, ни надежды, ни даже обиды. Ничего, кроме почти инстинктивного стремления доползти до машины, забиться под обросшее грязью днище, туда, в душную темноту, где не достанут ни сапожища, ни приклады. Ухватившись онемевшими руками, закрашащийся под пальцами изъеденной ржавчиной нижний край кузова, он мучительно медленно стал подтягивать вперёд, ставшее непомерно тяжёлым тело, помогая себе непослушными ногами. Вот уже пальцы нащупали карданный вал. Ещё немного. — И куда ты, сучара? — с лютым весельем спросил лейтенант. — Ишь, какой хитрец выискался! Степанов, ну-ка верни его на место, я с ним ещё не закончил. Степанов с готовностью забросил автомат за спину и ухватился за торчащие из-под машины ноги в кроссовках. В последний момент во всём этом ему почудилось что-то до боли знакомое, но вспоминать было некогда. И он изо всех сил потащил этого козла вонючего из-под его ржавой телеги. Это оказалось неожиданно легко. Козёл, как видимо, совсем спёкся, и через мгновение он уже был весь снаружи, распластанный, готовый к употреблению, и с каким-то белым свёртком в руках. — Это ещё что-то... — начал было лейтенант, но Степанов уже вспомнил. Выпустив ноги этого придурка, который на деле оказался не таким уж придурком, сержант столичной ГАИ Степанов попытался закрыть лицо руками и каким-то чужим, тонким, как у персонажа мультфильма, голосом пискнул. — Не на! — был такой боевик. Давненько уже, американский кажется, ещё в застойные времена. Сверкнули вспышки выстрелов раз, два и ещё раз для верности, потому что лейтенант ещё стоял, медленно наклоняясь. И стало тихо. Лишь звякнула откатившаяся медная гильза. Бывший инспектор ГАИ лейтенант Дробов мягко повалился на труп бывшего сержанта Степанова, несколько раз судорожно подёргал ногами в запылившихся сапогах и умер, так и не успев понять, что же, собственно, произошло. Алехин с трудом поднялся и встал, шатаясь, как пьяный, борясь с подступающей горло тошнотой. Дыхание с хрипом и свистом вырывалось из груди. Перед глазами плыли разноцветные круги. Держась рукой за крышу кабины, он наклонился и его вырвало. После этого стало немного полегче. И капитан сумел, превозмогая боль, пронзавшую тело при каждом движении, кое-как по частям разместиться на распоротом сиденье своего опеля. Парабеллум, аккуратно завёрнутый в сплошь залепленный дорожной грязью полиэтиленовый пакет, он положил на передние сиденья. «Вот так-то, ребятки!» Он медленно с трудом притянул к себе дверцу и захлопнул её. Это движение отозвалось такой болью в переломанных ребрах, что он не сдержал стон и некоторое время сидел неподвижно, из последних сил стараясь не потерять сознание. «Ничего ещё не кончилось», твердил он себе. «Ничего ещё не кончилось». Парабеллум он, откровенно говоря, попросту стянул. Не удержался. Были, оказывается, на территории Афганистана такие интересные склады. Оставили их ещё немцы в сорок каком-то году, да так и не успели воспользоваться. До поры склады стояли невостребованными, а когда припёрла нужда, предприимчивые и богатые на выдумку духи расковыряли это дело и с головы до ног экипировали несколько отрядов. Алёхин помнил, как оцепенел, когда из-за обломка скалы выскочила вдруг несуразная фигура в угловатом гитлеровском шлеме поверх грязной челмы, в пыльном френче мышиного цвета, в широченных шароварах и со шмайсером в руках. Как в том анекдоте. Когда, говоришь, война-то кончилась? Неужели сорок лет назад? А я, дурень старый, до сих пор поезда под откос пускаю. В общем, когда духов со складов выбили, там оставалось ещё навалом всякой всячины. Алёхин тряхнул головой и посмотрел на часы. Несмотря на все испытания, они немало не пострадали и продолжали исправно тикать. Алёхин не поверил своим глазам. Получалось, что вся баталия, начиная с того момента, как он увидел притаившийся у обочины луноход и до настоящего времени, заняла не более 15 минут, но от силы 20. Но это уже с запасом. Да, государи мои, всё-таки время – вещь сугубо субъективная. И, между прочим, его всегда не хватает. Кривясь от боли, Алёхин проверил тайник. Дискета была на месте. Ключи слава создателю тоже были на месте. И Алёхин, сплюнув в открытое окошко чёрный сгусток свернувшейся крови, вывел машину на шоссе. Когда рубиновые габаритные огни «Опеля» скрылись за ближайшим пригорком, возле сиротливо стоявшего на обочине милицейского автомобиля затормозили два мотоциклиста. Поставив мотоциклы так, чтобы от проезжающих по шоссе запоздалых водителей их скрывал корпус лунохода, оба стащили с голов надоевшие шлемы. «Никого!» – сказал Саня, заглянув в тёмное нутро машины, где всё ещё держался слабый, но вполне отчётливый запах водки и табачного дыма. Сотовый телефон лежал на приборном щитке. «От козлы! Телефон забыли! Припрятать, что ли, для смеха?» «Что-то они долго с ним возятся!» – с лёгким беспокойством сказал его напарник. «Пора бы уже и закончить!» «А может, им герой попался?» – предположил Саня. «Ну, не в смысле Павлика Морозова, а в смысле Олега, к примеру, Кашевого». «Брось, брось, Санёк! Герои только в кино бывают, да в художественной матье-литературе. Жит любому дураку охота. Вот ты бы жизнь за что-нибудь отдал, ну, за хозяина там или за бабки, к примеру». «Да что ж я, мешком хлопнутый! Хозяин он только хозяин! А на том свете и он, и бабки мне без надобности!» «От-то и оно! Давай-ка посмотрим, чё они там копаются!» Держа на готове пистолеты и освещая дорогу карманным фонариком, мотоциклисты осторожно двинулись туда, где смутно белела в темноте перегороженная шлагбаумом грунтовка. Не дойдя до шлагбаума каких-нибудь трёх метров, Санёк остановился, словно налетев на бетонную стену. «Мать моя женщина!» Тихо выдохнул он. Дрожащий круг света плясал на вповалку лежавших друг на друге гаишниках. Ни серебристого опеля, ни его ушлого владельца по близости не было видно. «От же сука!» Чуть ли не с восхищением проговорил его напарник, убирая пистолет. «Эт ж надо! Да чё, скользкая тварь!» «Ну, держись, гнида!» Он вынул из кармана сотовый телефон и долго вёл какие-то переговоры, после чего, без лишних церемоний, свалив трупы в канаву и забрав оружие, мотоциклисты отбыли в сторону Москвы. «Ничего ещё не кончилось!» Словно молитву повторял капитан Алёхин. «Всё ещё только начинается. Облава в самом разгаре. Не может быть, чтобы они ограничились двумя пьяными гаишниками. Значит, в Москве делать нечего. Генерал наверняка ночует на даче и в город приедет только утром. А до утра дотянуть вряд ли удастся. Ещё одна такая встреча, и деревянный бушлат гарантирован. Да и то, если тело найдут. Значит, решено. Едем на дачу». На ближайшей двухуровневой развязке Алёхин решительно повернул на запад. До генеральской дачи оставалось всего ничего, километра три-четыре, когда мотор вдруг зачихал с явным намерением заглохнуть. Алёхин бросил быстрый взгляд на указатель расхода топлива и убедился, что бак был пуст. Времени на раздумья не было. Алёхин, зашипев от боли, резко крутанул баранку вправо, направив машину на сплошную стену каких-то высоких кустов, обильно припорошенных пылью. С треском проломившись сквозь кусты, автомобиль тяжело ухнул в какую-то наполненную стоячей водой ямищу. Капот с бульканьем погрузился в гнилую жижу, двигатель чихнул в последний раз и окончательно заглох. Капитан был без сознания не более двух минут. Придя в себя, он с удивлением обнаружил, что, вопреки всему, ещё жив и, более того, ухитрился промочить ноги, не выходя из машины. Посмотрев вниз, он ничего не разобрал в кромешной темноте, но, шевельнувшись, услышал тихий плеск. В кабине было полно воды. Выбравшись наружу, Алехин понял, что, показалось ему наполненной водой ямой, на самом деле было болотом, в которое он и сверзался с насыпи. Взглянув вверх, он увидел, что кусты, сквозь которые он так лихо проскочил, частично распрямились и более или менее скрыли машину от любопытных взглядов тех, кто мог проехать по дороге. «Укрытие, конечно, было аховое, но до утра сойдет», решил Алехин. «Тем более, что больше и не надо. Едва добравшись до дачи, он попросит генерала отправить кого-нибудь на розыске. Есть же у него там какая-то охрана». Дискет он решил с собой не брать, на дороге могла поджидать засада, а тайник в машине был достаточно надежен. Менты это прекрасно продемонстрировали, а уж кому как не гаишнику знать все укромные уголки любого автомобиля. Выбравшись из болота, он постоял немного, собираясь силами, и медленно заковылял под темной проселочной дороги, сильно перекосившись набок и заметно приволакивая левую ногу. В полукилометре от дачного поселка ему навстречу шагнула из темноты темная фигура. «Капитан Алёхин?» спросил незнакомец. «Я», – ответил Алёхин, только сейчас сообразив, что Парабеллум остался в машине. Человек подошел к Алёхину вплотную и сделал какое-то плохо различимое в темноте движение правой рукой. Алёхин попытался парировать удар, уклониться, но больное изломанное тело подвело, и широкое лезвие армейского штык-ножа по самую рукоять погрузилось в его шею. На дорогу вышли ещё двое. Втроём они обшарили карманы капитана и убедились, что кроме документов, пачки сигарет и зажигалки, там ничего нет. «Так неужели успел разгрузиться?» с отчаянием в голосе спросил один. «Ну, либо так, либо отправил по почте. А может, спрятал где-нибудь в условленном месте?» «Теперь-то уж не дознаешься». «Ну, и что мы теперь доложим хозяину?» «А вот так и доложим. Этот козёл, говоривши, сделал неопределённый жест в сторону дачного посёлка. Давно пулю просит. Хозяин не первый месяц к нему присматривается. Да всё вроде повода не было. Так вот он, повод». И он легонько поддел носком ботинка откинутую руку капитана армейской разведки Алехина. Пока они возились, оттаскивая труп на обочину и наспех маскируя его ветками, до половины ушедший в болото серебристый опель погрузился ещё на 10 сантиметров. Глава вторая. «Так что же, молодой человек, мы договорились». Иларион Забродов, пряча улыбку, упорно пытавшуюся оттянуть кверху уголки его губ, с трудом оторвался от книги и посмотрел на своего собеседника. Похожие на переспелые вишни старческие глазки последнего так и лучились хитростью, легко угадываемой и поэтому совершенно безобидной. Старец едва не подпрыгивал от сдерживаемого нетерпения. «Увы», – мягко сказал Забродов, снова погружаясь в разглядывание увесистого тома. «Увы, да или увы, нет?» – не унимался старикан. «Увы, нет», – сказал Иларион, с сожалением закрывая толстый каленкоровый переплёт. Собственно, он готов был, не торгуясь, заплатить запрошенную цену, но в каждом мире свои законы. Поступив он так, старикан бы весь извёлся, догадая, не слишком ли мало, он запросил. Кроме того, не следовало создавать прецедент. «А отчего же нет?» – не сдавался его оппонент. «Вы только посмотрите, это же мечта любого культурного человека. Роскошные издания, иллюстрации, великолепная сохранность. Клянусь, вы горько пожалеете, юноша». «Ну что ж, возможно», – согласился Забродов. «Тем не менее, почтеннейший, цена непомерно высока. Несуразно высока, я бы сказал. Да вот, у вас тут и переплёт надорван». «Где, где надорван? Да вы себе...» «Ну, так и что же? Ну, переплёт. Ну, если вам нужны переплёты, накупить ему лежей. У меня не переплётная мастерская». «Стыдно, молодой человек, стыдно. Что вы в самом деле, как на базаре? Это же не штаны». Он вдруг совершенно волшебным образом успокоился, перестал по-петушиному наскакивать на Забродова и, добыв из недр своего древнего клетчатого пиджака огромный носовой платок, старательно промокнул совершенно сухую лысину. «Но бог с вами. У вас честное лицо. Вы мне нравитесь, право. Интеллигентные люди должны идти друг другу навстречу. Я готов уступить 10 процентов». «А вот это совершенно меняет дело», лучезарно улыбаясь старцу, сказал Илларион. «Тридцать». Успокоившийся было букинист снова начал зловеще багровить. «Это разбой», безапелляционно заявил он. «Грабёж средь бела дня. Стыдитесь, юноша. Ну, двенадцать процентов». «При всём моём глубоком уважении к вашему почтенному возрасту, и, безусловно, громадному опыту, но, ну, хорошо, двадцать восемь». «Эх-эх-эх, вот она, современная молодёжь!» – воскликнул старик, обращаясь к полноватой, дорого и безвкусно одетой даме, перебиравшей в углу пожелтевшие подшивки роман-газеты. «Вот как вам это нравится!» Дама сделала неопределённое движение плечом и поспешно отвернулась. Она вообще не понимала, как можно поднимать столько шума из-за потёртого томика малого ляруса, да ещё, похоже, и нерусскоязычного. Впрочем, хозяин букинистической лавки вовсе не нуждался в поддержке, как и его несговорчивый клиент. Дама покинула лавку, так и не дождавшись, когда же, наконец, эти двое сумасшедших закончат припираться. Бывший инструктор ГРУ капитан в отставке Илларион Забродов покинул лавку полчаса спустя в отличном расположении духа. Книга, за которой он охотился на протяжении трёх последних месяцев, была приобретена по вполне приемлемой цене с 20-ти процентной скидкой. Вдобавок он завёл весьма полезное знакомство, а это было ещё ценнее. «Надо будет позвонить Пигулевскому, думал он, усаживаясь за руль, припаркованного за углом видавшего виды Элландровера. Поблагодарить надо будет за протекцию. Да и вообще не мешает поболтать, справиться о здоровье. Не мальчик всё-таки». Пигулевский, однако, позвонил сам. Звонок раздался, едва Забродов переступил порог своей квартиры на Малой Грузинской. Иларион повалился в глубокое кресло и снял трубку. Забродов у телефона. «Здравствуй, Иларион». «А, Марат Иванович, здравствуй. Я как раз собирался тебе позвонить». «А я, как видишь, лёгок на помине. Мне, видишь ли, позвонил Гершкович». «И что же?» – спросил Забродов с лёгким замиранием сердца, ибо речь шла о старом букинисте, с которым он расстался полчаса назад. Иларион подумал, уж не переусердствовал ли он, торгуясь со стариком. «И что он, жаловался?» «Ну что ты, как раз напротив. Ты произвёл на него самое благоприятное впечатление. Он благодарил меня за то, что я направил к нему, как он выразился, настоящего клиента. По-моему, его немного мучает совесть». «Это в каком же смысле?» «Ему кажется, что он много с тебя взял». «Вот ты, киартист!» – не удержался Иларион от восхищённого возгласа. «Это же просто великий талант». «Да, Матвей Исакович – деловой человек», – подтвердил Пигулевский. «А ты не заедешь?» «Попили бы чайку, заодно ты бы рассказал, как там у вас всё прошло с Гершковичем. Ведь недели три уже не виделись». «Ну, не знаю, право, Марат Иванович. Я ведь только что из деревни, из имения, так сказать. Собирался на недельку порыбачить. Есть тут неподалёку одно исключительное озерцо. Да вот проездом заскочил в город осмотреться, что и как. Ну, если что, я позвоню, чтобы не падать, как снег на голову». «На этот счёт можешь не беспокоиться. Тебе всегда рады». Иларион подумал, что не худо бы и в самом деле навестить старика. Поболтать о всякой всячине за чашкой крепкого чая в уютной задней комнатушке антикварной лавки, что на беговой. Посмотреть, чем пополнилась за время его отсутствия коллекция старинного приятеля. Прощаясь с антикваром, Забродов мысленно дал себе слово непременно съездить на беговую в ближайшие дни. Положив трубку, он двинулся было в сторону кухни, устремляя помыслы к аппетитному видению шипящей на сковороде яичницы. Но телефон словно только и дожидался, когда к нему повернуться спиной. Немедленно разразился мелодичной трелью. «От же сговорились, честное слово!» пробормотал Забродов, беря трубку. «Слушаю!» Без излишней приветливости сказал он. «А ты чё рычишь, Забродов?» немедленно отозвалась трубка голосом его лучшего друга и бывшего начальника Андрея Мещерякова. «Зобы болят?» «Жрать охота!» честно признался он. «Привет, полковник!» «Привет, привет, капитан!» «Совсем ты размежился на пенсионерских хлебах!» «Жрать ему, видите ли, охота!» «Назад ещё не надумал?» «Ко мне под крылышко, а?» «Насиделся я у тебя под крылышком. Не самое, между прочим, уютное место на свете. А ты ещё как, не генерал?» «Да вроде нет пока, и главное, не светит». «Странно!» «Разведка-то работает!» «Да ещё как!» «Что ты имеешь в виду?» насторожился Мещеряков. «Только то, что вот меня три недели дома не было, заскочил на минутку, не успел порог переступить, а ты вот он». «А, вот оно что!» «Ну, выходит, повезло!» «Да ладно тебе, не скромничай!» «Выкладывай!» «Зачем звонишь?» «Ты ведь просто так, без надобности, номер набрать не сподобишься!» «Выпить, наверное, не с кем!» «Ну, на это опасное дело добровольцев всегда хоть отбавляй!» «Хотя...» «Идея сама по себе стоит того, чтобы её обдумать!» «Но звоню я по другому поводу!» «Видишь ли, есть разговор!» «Так говори!» «Что ты тянешь?» «Да не хотелось бы по телефону!» «Всё-таки тебе, полковник, выпить не с кем!» «Начальство с собой не зовёт, а с подчинёнными сам не хочешь, субординацию блюдёшь!» «Ну ладно, приезжай!» «Найду граммов двадцать по старой дружбе!» «Дурак ты, Забродов, и не лечишься!» «В сердцах сказал Мещеряков, который никак не мог привыкнуть к Забродовскому стилю общения!» «Да, медицина в данном случае бессильна!» бодро отрапортовал Забродов. «Пора бы тебе повзрослеть!» «Пора бы тебе помереть!» Вспомнив Хемингуэя, немедленно среагировал Иларион. «Тьфу-тьфу на тебя!» сказал полковник ГРУ Мещеряков и от души грохнул трубкой по аппарату. Иларион Забродов ухмыльнулся. Он любил дразнить Мещерякова. Несмотря на то, что их знакомство насчитывало не один десяток лет, занятие это ему не приедалось. Уж очень благодарный был материал. Впрочем, улыбка быстро сбежала с его лица. Уж кого-кого о своего бывшего начальника Иларион знал вдоль и поперек. И настроение его мог безошибочно определить даже по телефону. И сейчас, несмотря на кажущуюся непринужденность разговора, он мог поклясться, что Мещеряков чем-то очень серьезно озабочен. Гадать о причинах этой озабоченности, не имея никакой информации, Иларион не собирался. И потому постарался до поры выбросить все это из головы, сосредоточившись на своей яичнице. Фортуна была к нему благосклонна. Он успел зажарить яйца, приготовить салат и даже употребить все это великолепие по прямому назначению до того, как в дверь постучали. «Эк его припекло!» Подумал он о Мещерякове, неторопливо направляясь в прихожую. «На крыльях, что ли, летел?» Пока он шел, вежливый стук превратился в настойчивую барабанную дробь, гулка отдававшуюся в пустом колодце лестничной клетки. «Так что ж тебя так разбирает-то, болезный?» пробормотал Иларион, отпирая дверь. За дверью, вопреки ожиданиям капитана, оказался вовсе не Мещеряков. Совершенно незнакомый Забродову амбал, облаченный, несмотря на жару, в удушливо-черный двубортный костюм и солнцезащитные очки, не говоря ни слова, уверенным жестом вытянул перед собой внушительного вида в верхнюю конечность и попытался отодвинуть Забродова с дороги. За его спиной маячили еще какие-то темные фигуры. Осмысление ситуации Забродов оставил на потом. Аккуратно перехватив упирающуюся ему в грудь руку, Иларион отработанным движением завернул ее амбалу за спину. Амбал при этом совершил изящное танцевальное па, развернувшись на 180 градусов вокруг собственной оси и поневоле приняв слегка наклонное положение. Нежничать с ним Забродову было не досуг. Высвободив левую руку, Иларион не сильно рубанул гостя ребром ладони по шее, одновременно придав ему начальное ускорение коленом. Маячившие на площадке личности едва успели посторониться. Когда щека амбала соприкоснулась с выложенным кафельной плиткой полом, он был уже в отключке, а дверь Забродовской квартиры снова захлопнулась. В нее немедленно постучали снова. Это уже не лезло ни в какие ворота. И кто там? Как ни в чем не бывало, спросил Иларион, тут же из предосторожности, сделав два бесшумных шага в сторону, на тот случай, если визитеры надумают стрелять в дверь. Это квартира господина Забродова? Вежливо ушли от ответа с той стороны. А я спросил, кто там. Мне необходимо срочно переговорить с вами по сугубо конфиденциальному вопросу. А вам не кажется, что начать следовало именно с этого? Я приношу извинения за действия моего человека, но мне необходимо было удостовериться, что вы именно тот, кому мне рекомендовали обратиться. А, так это тело действовало не по своей инициативе. А кто, если не секрет, направил вас ко мне? Простите, но беседовать через дверь как-то... Этот разговор, повторяю, не для посторонних ушей. Ну что ж, я открываю, но уберите своих обломов из-под дверей и постарайтесь на этот раз войти по-человечески. Когда Иларион Забродов во второй раз открыл дверь, перед ним предстал мужчина средних лет, имевший презентабельную внешность не то крупного бизнесмена, не то не менее крупного чиновника. В своем темно-сером костюме, безупречном галстуке, крахмальной сорочке и глянцево отсвечивающих дорогих туфлях с холеным волевым лицом и уложенный волосок к волоску, начинающий сидеть, но все еще богатый шевелюрой, он должен был неплохо смотреться где-нибудь на вощеном паркете банкетных залов. В обществе высокопоставленных иностранцев. А то и в коридорах Кремля. Впрочем, решил Иларион Забродов, весьма к месту он выглядел бы и на какой-нибудь воровской сходке средней руки. Забродов посторонился, пропуская гостя в квартиру и напоследок еще раз окинул взглядом площадку. Она была пуста. Даже тело унесли от греха подальше. Иларион удовлетворенно кивнул, запер дверь и предложил Костю располагаться. «Прежде всего, разрешите еще раз принести вам глубочайшие извинения по поводу досадного интендента, предварившего наше знакомство», сказал гость. «Да, кстати, о знакомстве. Я так и не знаю, с кем имею честь», напомнил Иларион. «Можете называть меня Петром Владимировичем. Я занимаю один из ключевых постов в некой структуре, в ведении которой находится довольно широкий круг вопросов». «А не в гидромедцентре случайно?» перебил гостя Иларион. «А что за странная мысль?» растерялся тот. «С чего взяли?» «Слишком много тумана», пояснил Забродов. «Давайте-ка поближе к делу. Кто вы такой? Кто назвал вам мое имя и зачем я вам понадобился?» «Так-так, ну, к делу-то к делу». Петр Владимирович хлопнул ладонями по коленям. «Отвечаю по порядку. Я тот, который некоторые и многие называют хозяином. Ваше имя и род занятий мне назвал тот, кому известно и то, и другое. И, наконец, целью моего визита является одно деловое предложение, которое может принести выгоду нам обоим». Иларион неторопливо закурил и некоторое время в открытую разглядывал гостя, словно какого-то экзотического зверя. Последний выдержал осмотр, даже не шевельнув бровью. «Ну, ладно», – медленно произнес Забродов. «Я вас слушаю». В мозгу его между тем лихорадочно билась одна единственная мысль. «Не может быть! Неужели Мещеряков, с которым съеден не один пуд соли, продал его этому хлыщу? Возможно ли такое?» «Все вроде бы сходилось, и звонок Мещерякова с обещанием зайти по какому-то неотложному делу. Это все вполне укладывается в общую картину». «Группа лиц, которую я представляю», – продолжал между тем гость, – «последнее время сталкивается с активным противодействием, источником которого, центром, если хотите, является некая весьма заметная фигура. Все наши попытки как-то урезонить упомянутого деятеля, достичь разумного компромисса на взаимоприемлемых условиях. «Ага, консенсус, значит», – глубокомысленно вставил Забродов. Гость раздражал его безумно. Цель визита стала ясна с первых же слов. Но Иларион решил все же дослушать до конца, надеясь, что визитер как-нибудь проговорится и выдаст имя своего информатора. То, что кто-то из сотрудников ГРУ, ну пусть даже и не Мещеряков, работает на этого прощелыгу, его совершенно не радовало. «А?» – на секунду растерялся сбитый в смысле гость. «Ну да, если угодно, консенсуса». Так вот, все наши попытки добиться взаимопонимания были отвергнуты в самой оскорбительной форме. Активность упомянутого лица в конце концов поставила нас в крайне щекотливое положение. Поймите, мы не по своей воле приняли решение пойти на крайние меры. Нас вынуждают к этому весьма неблагоприятные обстоятельства. Я лично не считаю убийство методом борьбы. Гораздо удобнее для всех было бы, если бы с упомянутым лицом произошел несчастный случай. Но знаете, как это бывает? Авария, неосторожное обращение с оружием, пьяная драка, семейная ссора какая-нибудь, ну и ограбление в конце концов. «Так, так», сказал Иларион Забродов. «И при чем же здесь я?» «У вас богатый опыт», ответил гость. «Огромные знания весьма специфической области. Мы были бы весьма и весьма признательны, получив квалифицированную консультацию, не говоря уже о прямом содействии. «И каковы же размеры вашей признательности?» Иронически поинтересовался Иларион. «Вы можете определить их сами», предложил гость. «Заманчиво. Только что же это у вас? Своих специалистов мало». «Не скромничайте, господин Забродов, не надо. Мы с вами оба знаем, что равных вам практически нет. Профессионалов везде предостаточно, но здесь нужна выдумка, смелая импровизация, творческий подход, если можно так выразиться. А это, согласитесь, редкие качества среди людей вашей профессии. Мы можем дать вам возможность подумать, ну, только сами понимаете, недолго». «Не стоит», сказал Иларион. «Ответ все равно вас не удовлетворит». «То есть, вы отказываетесь?» «Категорически». «И можно узнать, почему?» «Несомненно. Дело в том, что вы либо ошиблись адресом, либо ваш информатор ввел вас в заблуждение. Я не наемный убийца и становиться им не намерен. Не спорю, я мог бы справиться с этой работой успешнее многих, но я не собираюсь мараться в грязи, будь то политика или какие-то финансовые махинации. А вашего информатора, добавил он, помолчав, я рано или поздно вычислю и проведу с ним воспитательную работу. Так что убирайтесь, как чертовы матери, вы мне надоели. Разговор окончен». «Ты не ершись, капитан», процедил гость сквозь зубы. «Разговор закончится тогда, когда я его закончу. И не петушись, дружок, а то как бы не пришлось потом пожалеть». «А я вот сейчас выбью из тебя дерьмо», сказал Забродов, вставая, «и посмотрю, буду ли я об этом жалеть». «Грубо», сказал гость, направляя на Илариона пистолет, слишком незаметно для непрофессионала, оказавшейся у него в руке. «И совершенно некорректно. А ну-ка сядь». «Так, сейчас вы уберете пистолет и выйдете из квартиры», сказал Иларион. «После чего мы оба забудем этот разговор. Я не собираюсь ни помогать вам, ни мешать, так что делить нам нечего. Могу дать бесплатный совет. Попробуйте все-таки договориться с вашим оппонентом. Но если вы и дальше будете размахивать своим пугачом, я его отберу, а потом спущу вас с лестницы. И не вздумайте путаться под ногами. От несчастных случаев не застрахован никто. Проваливайте». «Ну что ж», сказал гость, неохотно убирая пистолет. Иларион заметил, что это был Кольт 44. «Мне очень жаль, что наш разговор заканчивается на такой ноте. Вы выбрали незавидную судьбу, капитан Забродов». «Всего хорошего», сказал Иларион, закрывая за гостем дверь. Он уселся в кресло и, выдвинув ящик письменного стола, взял в руки один из своих ножей. Рассеянно поглаживая пальцами остро отточенную сталь, Иларион Забродов погрузился в раздумья. Что бы это все могло означать? То, что ему предлагали осуществить политическое убийство, не вызывало ни малейшего сомнения. Это однозначно, как любит выражаться один деятель. А, кстати, не его ли собираются убрать? Да, впрочем, куда там? Кому может мешать этот клоун? Да и не обязательно убивать депутата Думы, чтобы предать убийству политическую окраску. Нынче даже алкаши возле пивной бьют друг другу морды по политическим соображениям. Карманная кража в какой-то мере тоже влияет на политику. И чем больше ты украл, тем выше твой политический статус. Чепуха это все, решил Забродов. Все это пустые домыслы. Ведь он стервец ухитрился в получасовом разговоре не назвать ни одного имени, не дать ни малейшей зацепки. Тоже, между прочим, высокий политез, чудеса дипломатии, танец языка. Единственное, что я сейчас могу сделать, это вытрясти душу из Мещерякова. Если это не он, то ему все равно есть о чем подумать. Этак, скоро каждая бабка в гастрономе будет знать мой послужной список, да и не только бабка, и не только мой. А вообще, Забродов, сказал он себе, жди неприятностей, больших и малых. Может, и не стоило насчет выбить дерьмо. Ерунда, дело сути не меняет. Так или иначе, я сейчас отношусь к категории тех, кто слишком много знает. Как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал. И ведь самое противное, что знаю-то я всего ничего, а именно, что кто-то кому-то подставил ножку, и его за это собираются отправить в лучший мир. Больно надо полагать, больно надо полагать, споткнулись. К чертям собачьим, решил он, разберутся без меня, а сунутся, выяснять отношения, я им покажу творческий подход. И тут раздался стук в дверь. Ну вот, сказал он себе, да чего ж все-таки неугомонные. Нерешительно повертев в руках нож, Иларион бросил его в ящик стола и пошел открывать. На этот раз за дверью оказался все-таки Мещеряков, вооруженный до зубов в полной боевой экипировке. В правой руке у него была бутылка коньяка, в левой бутылка водки, а под мышкой усматривался какой-то испускающий аппетитные запахи пакет. Привет пенсионерам! Бодро приветствовал он Илариона, входя в квартиру. Чем занимаешься? А чем все, тем и я. Шашки, пиво, домино, голубей вот в парке кормлю. Ну, насчет голубей ты, брат, переборщил. Сгустил, так сказать, краски. Голубей обычно старушки кормят. Ан, давай, накрывай на стол, душа горит. Расстравил ты меня, давно мы с тобой как следует не сидели. Да, давненько. Только что-то долго ты до меня с горящей душой добирался. Что, соскучился? То-то же. Я, понимаешь, на Кутузовском в пробку угодил. Да пока в магазин, да то, сё. Черт, опять забыл, где у тебя рюмки? Рюмки в шкафчике над мойкой. И как тебя с таким склерозом до сих пор на пенсию не выперли? Склероз профессия болезнь разведчика. Всех на пенсию не выпрешь. Ладно, разведчик, сказал Иларион, разливая коньяк. Ты по-прежнему хочешь поговорить или надвенность уже отпала? Эх, кабы она отпала, вздохнул полковник. А почему ты спрашиваешь? Да ещё таким странным тоном. Ты вот что, Андрей, не могу я с тобой в дипломатию играть, поэтому скажу прямо. Хотя, возможно, впоследствии это мне дорого обойдётся, сказал Иларион и замолчал, подбирая слова. Так, так, наклонился вперёд Мещеряков. Вступление интригующее. Давай дальше. Дальше? Дальше будет так. Скажи-ка, каким образом к совершенно посторонним людям могла попасть информация о том, кто я такой, где живу и чем занимался в недалёком прошлом? Что? Этого просто не может быть, побледнел Мещеряков. А ты что, считаешь, что у меня мания преследования? Поверь, это было бы лучше, но у тебя такой тон, уж не решил ли ты, что источник этой информации я? А ты посуди сам. Ты звонишь мне и предлагаешь встретиться. Я приглашаю тебя к себе домой. То есть, я нахожусь дома и никуда уходить не собираюсь. через 10-15 минут ко мне является какой-то вежливый хлыщ и делает некое предложение. При этом он демонстрирует такой уровень осведомлённости о моей жизни, какого у него быть просто не должно. А сразу после него являешься ты со своим коньяком и своим склерозом. И как это всё тебе нравится? Да, логика железная, задумался Мещеряков. И ты, значит, решил, что главный злодей это твой покорный слуга. Но если бы я и в самом деле так решил, разговор у нас был бы другой. Но ведь не в газете же он всё это про меня прочитал. Я этим займусь, пообещал Мещеряков. Тот-то я смотрю. Он осёкся, не желая посвящать Илариона, который, как ни крути, был теперь лицом сугубо штатским в дела службы. Послушай-ка, вскинулся он вдруг, так это ж, наверное, была его машина. Какая машина? Где? Ты видел его машину? Да, шестисотый Мерс. Не машина, песня, просто слюнки текут. Правда, фару он себе в твоей подворотне всё-таки раскокал. И огрешным делом послорадствовал не мне одному такое счастье. А что он тебе предлагал? То, отчего я отказался? Ты лучше скажи, номер его ты не запомнил? Номер? Ну, что-то такое вертится. Нет, так сразу не вспомню. Если всплывёт, я тебе сразу сообщу. Да что там номер? Совсем в голове всё перепуталось. Огорошил ты меня. Я тебе прямо имя владельца назову. Ладно. И вот что, Андрей, есть ещё одна зацепка, правда слабенькая. У этого типа пистолет не из простецких. Кольт 44-го калибра. Уважительно сказал Мещеряков и украдко оглядел комнату, словно искал следы разрушений, оставленных крупнокалиберной пулей. И вполне возможно и даже скорее всего, что он носит оружие нелегально. Но чем чёрт не шутит? Понял. Проверю и позвоню. Ну ладно, и хватит об этом. У тебя ведь было ко мне какое-то дело. Дело? Давай-ка мы сначала все-таки выпьем, капитан. На сухую все это трудновато проглотить. Они выпили, не чокаясь, и Мещеряков снова наполнил рюмки. Забродов закусил, искоса поглядывая на полковника. Да, тот явно был чем-то сильно озабочен. Брови сошлись к переносице, на скулах перекатываются желваки. Ты Алехина помнишь? спросил он наконец. Алехина? Подожди-ка, что-то знакомое. Кабул, напомнил Мещеряков. Ну, конечно, Алехин. Симпатичный такой парнишка из армейской разведки. Лейтенант. Капитан. Был капитан. Что значит был? Убили его. В Чечне? Подмосковье. Ножевое ранение в горло. Кроме того, он был сильно избит. Сломано три ребра, гематома на затылке, выбиты зубы. От же сволочи! Сказал Иларион и залпом опрокинул свою рюмку, не дожидаясь тоста. Так вот, Иларион, дело это какое-то темное. Труп обнаружили грибники в полукилометре от дачи генерала-лейтенанта Рахлина. Это который в Думе? Да, он самый. Тут вот какая штука получается. Алехин в Чечне служил под его началом. Они были лично знакомы. В Москву Алехин приехал в отпуск. Как попал в окрестности дачи, непонятно. Ни машины, ни мотоцикла поблизости не нашли. А принадлежавший Алехину Опель, между прочим, исчез, как в воду канул. Интересно получается, сказал Иларион. Подчиненный навещает своего бывшего командира, а потом его находят мертвым в полукилометре от дачи этого самого командира. Выходит, били его на даче, а потом отвезли в сторонку и зарезали. Судя потому, что я слышал о Рахлине, на него это мало похоже. Скорее эту версию уже отработали, покачал головой Мещеряков. Соседи по даче ничего подозрительного не слышали, хотя и легли очень поздно. Говорят, Соловьев слушали. На генеральской даче было темно и тихо, и главное, никто оттуда не выходил. И никто не входил. Получается, что шел он не оттуда, а туда. Вот именно. И кто-то очень не хотел, чтобы он дошел. Но есть еще кое-что. Машину, по описанию, похожую на Алехинскую. Накануне видели... Черт, опять из головы вылетело. В общем, городишко один, километрах в трехстах, с небольшим к югу от Москвы. Там одному местному ФСБшнику кто-то сунул бомбу под капот. Когда опрашивали свидетелей, кто-то и припомнил Опель с московскими номерами. А на сто восьмом километре обнаружили пустую ПМГ, приписанную к одному из московских райотделов. А чуть в сторонке, в кустах, отыскались и гаишники. Убиты пулями калибра 9 миллиметров. Вокруг полно крови и, знаешь, Иларион, кровь не их. Кровь Алехина, с уверенностью сказал Забродов. Да, группа крови во всяком случае совпадает. Еще там нашли стреляные гильзы немецкого производства. От Парабеллума, сказал Иларион. Был у Алехина Парабеллум. Это точно. Там, в Афгане, точно был. Хотя, возможно, это и совпадение. И чем же ему гаишники-то не подфартили? Кто знает. В ГАИ, между прочим, за головы берутся. За каким чертом их на сто восьмой понесло? Да еще и пьяных. Пьяных? А ты что, пьяных гаишников не видел? Судя по содержанию алкоголя в крови, незадолго до смерти они выпили как минимум бутылку водки на двоих. А, кстати, откуда тебе все это известно? Впрочем, можешь не отвечать. Доблестная московская милиция обгадилась и прибежала к вам за помощью. У них это называется обратиться за консультацией. Невесело ухмыльнулся Мещеряков. Наши решили провести служебное расследование. И поручили это гнилое дело тебе. Закончил за него Иларион. А я вот пришел к тебе. Может, подскажешь что-нибудь по старой дружбе? Ты ведь его знал. И вправду какая-то каша получается. Куча данных, а получается какая-то ерунда. Скачка с препятствиями. Боевик про Рэмбо. Стоило ехать в отпуск, чтобы взрывать ФСБшников и расстреливать ментов. И, кстати, оружие убитых гаишников пропало. Два автомата и два ПМа. Нашли? Нет, ни оружие убитых, ни орудие убийства, ни машины Алехина ничего не нашли. Выходит, был там кто-то еще. И вот этот кто-то тебе и нужен, полковник. Забродов привычно вывел ландровер из узкого жерла арки, бросив мимолетный взгляд на Выбоинову штукатуренной стене, оставленную Мерседесом, его вчерашнего гостя. Выбоина эта почти перекрывала две другие, имевшие сходную форму и происхождение. Мещерякову пришлось дважды сменить фару, пока он не оставил привычку с шиком въезжать во двор Забродовского дома на автомобиле. Теперь полковник парковался исключительно на улице и требовал того же от водителя своей служебной машины. Пуганая ворона, как известно, куста боится. Ландровер влился в транспортный поток, в этот ранний час еще не набравший полную силу. Асфальт мокро блестел, в выбоинах стояли лужи. Ночью опять лило, как из ведра. Да и сейчас в небе подозрительно клубились низкие серые облака, в просветах между которыми лишь изредка мелькали клочки ослепительной летней голубизны. Затормозив на светофоре, Иларион без особого желания закурил первую в это утро сигарету, привычно подумав при этом, что пора, давно пора бросать. В поле на задании он мог обходиться без ДПК неделями, как, впрочем, и без многого другого. Но, возвращаясь, неизменно возобновлял свое пагубное пристрастие. Однажды кто-то из товарищей сказал ему после тяжелого рейда по горам, во время которого им пришлось питаться преимущественно змеями и ящерицами. «Иларион, ведь ты ж две недели не курил. Может, стоит бросить?» На это Забродов ответил. «Мы с тобой, Вася, две недели ящериц ели и нахваливали. Так, может, стоит продолжить?» Любящего плотно со вкусом закусить Васю передернуло от воспоминаний, и больше он воспитательной работой не занимался. «Хотя», — подумал Иларион, «Вася был, безусловно, прав, а я тогда сыграл не по правилам. Про ящериц это в тот момент был удар ниже пояса». Мысли его опять невольно свернули в извилистое русло, протаренное в мозгу событиями вчерашнего дня. Разговор с лощенным Петром Владимировичем, долгий, изрядно затуманенный алкогольными парами и совершенно до безобразия бесплодный разговор с Мещеряковым, за ночь сплелись в сознании в какой-то невообразимый клубок, из которого там и сям торчали несуразные, ни к чему не привязанные корявые занозы фактов. «Черт бы вас всех побрал!» — подумал Иларион. «Я ведь не сыщик. Я ведь, если разобраться, самое что ни на есть разбойник. И специальность моя — как раз запутывать следы, а вовсе не распутывать то, что кто-то до меня напутал. Она путана от души, со вкусом. Хотя, если присмотреться, как-то уж очень непрофессионально. Гаишники эти пьяные геройски погибли на посту, причем, заметь, не на своем. Что у них там вышло с Алехиным? Если, конечно, кровь на дороге его, а не чья-то еще. Гангстера какого-нибудь доморощенного, страдающего сильным носовым кровотечением. И главное, лежат они не возле машины, а в сторонке. И если верить Мещерякову, вся разборка происходила тоже не около машины, а в сторонке, в двух шагах от канавы, в которой их и нашли. Да, жалко Алехина, — подумал он. Парень был дельный, способный. Капитан. За эти годы стал, наверное, настоящим профессионалом. Все к тому и шло. Как же это он им дался? И что ему понадобилось возле генеральской дачи? Здесь опять был тупик. И Лорион решил подойти к делу с другого конца. Так-так, что ж мы знаем про этого самого генерала? Депутат Думы возглавляет комиссию по борьбе с коррупцией, или как там она у них правильно называется? Боевой офицер, за Чечню представленный к званию Героя России. От звезды отказался, заявив, что награждать за участие в гражданской войне — это аморально. Правильно, между прочим, заявил. Молодец. Хотя, возможно, это был всего лишь удобный случай сколотить политический капиталец. Зачем генералу звезда? Ему и без нее хорошо. Зато он как высоко залетел. Кто знал генерала Рахлина? Многие знали, конечно. Но не вся же страна. А теперь? Вот именно что вся. Сзади, прерывая его размышления, раздраженно заголосили клаксоны. Какой-то торопыга на Запорожце сгоряча попытался объехать Забродова слева, но там уже сплошняком шли машины, и торопыга наглухо застрял. Ни вперед, ни назад. Оказывается, красный свет давно сменился зеленым. Каковое обстоятельство, Иларион Забродов позорнейше проморгал. Он рывком тронулся с места и успел проскочить перекресток до того, как на светофоре снова зажегся красный. День понемногу вступал в свои права. Улицы запрудил транспорт, которого, казалось, в Москве становилось больше с каждым днем. Забродов торопился как можно скорее выбраться из закопченных ущельей городских улиц. Сидя в своем недавно купленном поместье, он изрядно соскучился по шумной, суетливой столичной жизни. Но вот, поди ж ты, одного дня хватило с лихвой. «Ты это брось, капитан», – твердо сказал он себе. «Даже и не думай спрятаться на лоне природы. Тоже мне. Пейзанин выискался. Порыбачишь – и назад. К тому времени Мещеряков, возможно, что-нибудь раскопает в своем любимом компьютере. Недаром же он с ним нянчится круглые сутки. Никак не нарадуется новой игрушке». Этого Петра Владимировича необходимо прояснить в самое ближайшее время, пока еще не поздно. Бояться его Иларион не боялся, но прекрасно сознавал, что его вчерашний гость вполне может оказаться весьма опасным человеком. Вскоре город остался позади, и Иларион свернул с шоссе на проселочную дорогу, а оттуда – на едва заметную лесную грунтовку. Лендровер запрыгал по выпирающим корням старых сосен, которые превращали дорогу в некое подобие стиральной доски. Дождь прошел и здесь, сплошь изрыв песчаные колеи миниатюрными кратерами. Забродов заметил, что после дождя по дороге уже кто-то проехал, что означало лишь одно – его опередили. И кто-то уже забросил удочки в лесное озерцо, которое Забродов, посмеиваясь над собой, в последнее время частенько именовал своим. Вообще, в последний год он стал ловить себя на том, что все охотнее и легче обзаводится привычками, традициями и любимыми вещами. Говоря другими словами, пускает корни и обрастает мхом. «Свое озеро, свой гастроном, свое кафе, свой сорт сигарет и своя, черт возьми, скамейка в парке». «И не замай! Кто к нам с мечом придет, тот по мечу и получит». «Проклятые годы!» – как сказал один литературный герой. Впрочем, на поверку ничего страшного Илариона Забродова на берегу озера не поджидала. На своем обычном месте, спрятанной от солнца под нависающими ветвями трех немолодых раскидистых берез, стоял старенький ядовито-зеленый москвич. Дверца его была по обыкновению беспечно распахнута настежь. А хозяин, опять же по обыкновению, сонно дрейфовал посреди озера на одноместной резиновой лодке, больше похожей на детский надувной матрас. Остановив машину, Иларион выпрыгнул из кабины и приветственно помахал рукой рыбаку, который в своем зеленом резиновом плаще армейского образца напоминал диковинный плавающий островок, из самой середины которого лихо торчало телескопическое удилище. Рыбак неторопливо поднял руку в ответном приветствии. Делать резкие движения, находясь на борту его дредноута, как уже успел убедиться Иларион, было небезопасно. Озерцо это Иларион Забродов обнаружил года два назад, немедленно внес его в список своих объектов и пропадал тут неделями. Вода в озере из-за множества гнивших на дне древесных стволов имела темно-коричневый оттенок, хорошо заваренного чая, а берега поражали воображение какой-то нездешней дикой красотой. И, между прочим, рыба здесь водилась в изобилии. Отчасти, наверное, потому что про озерцо мало кто знал, и люди сюда наведывались редко. Именно отсутствие жаждущих общения с природой москвичей нравилось Илариону Забродову больше всего, и потому он был искренне огорчен, впервые столкнувшись здесь с незнакомцем на Зеленом Москвиче, всеми забытого года выпуска. Впрочем, незнакомец вел себя вполне пристойно и довольно быстро превратился, если не в приятеля, то уж в хорошего знакомого. Теперь, встречаясь на озере, они вежливо приветствовали друг друга и частенько забрасывали удочки рядом, пользуясь случаем поболтать о том о сём, когда Виктору Быкову, так звали нового знакомого Илариона, наскучивало неподвижно торчать посреди озера на своём броневике. К немалому удивлению Илариона выяснилось, что между ними довольно много общего. Они были примерно одного возраста, и оба оказались страстными библиофилами. Правда, как немного смущенно признался Быков, его скромные доходы в последнее время не позволяли ему всерьёз заниматься пополнением своей библиотеки. Но книги он любил, знал и понимал, что само по себе являлось для Илариона Забродова весьма неплохой рекомендацией. Виктор Быков был высок и широк в плечах. Несмотря на неизменную выгоревшую на солнце штормовку, старые джинсы и какие-то несерьёзные ярко-жёлтые резиновые сапоги с короткими голенищами. Во всём его облике чувствовалась выправка кадрового военного, которую не могла скрыть негустая русая борода, покрывавшая нижнюю часть его лица. Незаметная хромота. При ходьбе он сильно припадал на правую ногу. В кабине его автомобиля Иларион неоднократно замечал тяжёлую трость, которой здесь, на озере, Быков не пользовался. Над левой бровью Быкова был старый шрам, полускрытый непослушными русыми волосами. Иларион, навидавшийся в своей жизни всевозможных шрамов, готов был поклясться, что это след пулевого ранения. Впрочем, в отличие от Забродова, Быков ничего не скрывал. Был он, по его словам, отставным офицером воздушно-десантных войск, демобилизованным по ранению. Осколок душманской гранаты раздробил коленную чашечку. Много удалось спасти, но хромота осталась на всю жизнь. Не будучи обременённым семейством, Быков довольствовался малым и существовал на пенсию, деля своё время между книгами и рыбалкой. Забродову нравился этот немногословный здоровяк, двигавшийся, несмотря на хромоту, с плавной грацией большого сильного зверя. Похоже, что симпатия была взаимной, но сближаться по-настоящему оба не торопились, хотя Илларион затруднился бы назвать причину, которая удерживала его от этого. Хотя был один штришок, малюсенькая загвоздка, незначительное происшествие, заставившее загореться красную сигнальную лампочку в мозгу. Однажды Быков как-то ни с того ни с сего, и при том весьма горячо, и с великой убеждённостью, завёл разговор о засилье мирового сионизма. Впечатление было такое, будто вдруг по собственному почину включился мирно пылившийся в углу дедовский патифон, и зазвучала старая заезженная пластинка. В общем, если в кране нет воды... Иларион тогда высказался по этому поводу достаточно резко и недвусмысленно, и больше они к этому разговору не возвращались. Лишь изредка, вспоминая этот случай, Забродов с лёгкой грустью думал о том, насколько сильны ещё в сознании человека инстинкты, полученные в наследство от волосатых предков. Чужака непременно нужно основательно забросать калом, а то и вовсе взять к ногтю. Во избежание... Впрочем, неизменно решал он, пусть бросит камень кто без греха. Аминь. Быков, между тем, неторопливо подгрёб к берегу и, осторожно выбравшись на сушу, протянул подошедшему Илариону крепкую широкую ладонь. Они обменялись рукопожатием. «И как улов?» спросил Забродов, выполняя древний ритуал всех рыбаков. «Да так себе!» В рамках того же ритуала скромно ответствовал Быков и продемонстрировал кукан с пятью или шестью вполне приличными лещами. «От чёрт!» с острой завистью сказал Иларион. «Везёт же людям! Сколько здесь ловлю, ни разу лещ не попадался. А тут вон какое богатство!» «А на что ловите?» спросил Быков. «Обыкновенно, на червя». «А вы на мотыля попробуйте. И потом, я ведь на середине ловлю, а вы всё с берега. Одолжить лодку?» «Ну нет уж, благодарствуйте!» В шутливом ужасе замахал руками Иларион. «Плавали, знаем. Я уж как-нибудь с берега, по старинке». Они немного посмеялись, вспомнив, как в самом начале их знакомства Иларион поддался на уговоры Быкова половить с лодки и едва не утонул, резко выдернув удочку из воды. Было это в начале апреля, и ледяная ванна запомнилась надолго. Забродову пришлось срочно мчаться домой, где он в профилактических целях выпил бутылку водки и завалился в кровать, завернувшись в два одеяла. «Что нового?» поинтересовался Быков, присаживаясь на корточке. Земля была ещё сырая после ночного дождя и забрасывая удочку подальше от берега. «Что-нибудь интересное приобрели?» «Есть такое дело», ответил Иларион, разбирая с Настей. «Вот буквально вчера отыскал наконец свой малый Лярус 903 года. И вы ещё говорите, что это мне везёт. Где вы раскопали такую роскошь?» «Есть одно местечко», признался Иларион. «Если хотите, могу дать адресок». «Буду весьма признателен. Хотя финансы у меня... Впрочем, если там действительно обнаружится что-нибудь стоящее, можно будет и поднапрячься». «Думаю, что обнаружится. Я своими глазами видел прижизненное издание Байрона. Мне-то не нужно, у меня есть и получше. Но вас это, возможно, заинтересует». «Ну, ещё бы. Такая роскошь. Неужели вот так прямо и лежит?» «Да нет, конечно. Матвей Исакович – старик непростой. С книгами расстаётся тяжело и очень не любит, когда они попадают к случайным людям. Так что подход к нему нужен особый. Вы только прежде времени не пугайтесь. У меня с ним вроде бы полное взаимопонимание. Так что протекцию я вам обеспечу. Просто сошлитесь на меня и передайте привет. И надеюсь, всё будет в порядке». «Матвей Исакович, говорите?» «Да, Матвей Исакович Гершкович. А вы что, всё ещё имеете что-нибудь против?» «Да нет, что вы. Напрасно вы это так воспринимаете. Я ведь всё прекрасно понимаю. Но вот не лежит у меня к ним душа. Вот хоть убейте». «Насильно, мил, не будешь», – кивнул Иларион. «Да вам ведь вовсе и не обязательно с ним целоваться». «Да уж целоваться я с ним не стану», – усмехнулся Быков и сменил тему разговора. «А скажите, Иларион, нет ли среди ваших знакомых хорошего механика? Я понимаю, как это звучит, но мне нужен такой, чтобы и работал хорошо, и брал недорого. Что-то мой броневик в последнее время закапризничал. Сдохнет? Что я без него делать стану? Не на такси же мне сюда ездить?» «Однако», – покрутил головой Иларион, «Гоба у вас не дура. Знаю я одного оригинала, философа с гаечным ключом. Всё, что ему требуется, это литр водки и благодарный слушатель. Любит он, знаете ли, глаголом жечь сердца людей. Но при этом работает так, что любо-дорого глянуть. Будет ваш броневик бегать лучше, чем новый. То-то я гляжу, что вашему ландроверу всё ни почём». Быков сходил к машине за блокнотом и ручкой и под диктовку Забродова записал адреса букинистической лавки и гаража, в котором трудился философ. В благодарность за ценную информацию он поделился с Иларионом своим собственным строго секретным способом засолки и вяленья леща, дававшим, по его словам, непревзойдённые результаты. Да и под пиво... Забродов не ударил в грязь лицом и детально описал технологический процесс доведения гадюки лесной обыкновенной до состояния пригодности к внутреннему употреблению. Виктор Быков покосился на него с лёгким обалдением во взгляде, но разговор уже окончательно свернул в гастрономическое русло. Упоминались солёные грузди, квашеная капуста, копчёные окорока, даже почему-то сациви и многое-многое другое. В конечном итоге Быков плюнул, махнул рукой и похромал к машине, откуда вернулся в скорости с бутылкой водки в одной руке и парой пластмассовых стаканчиков в другой. Вздохнув, Иларион Забродов подумал, что рыба сегодня может чувствовать себя в безопасности. Быков уехал первым, сославшись на ожидавшие его в Москве неотложные дела. Его броневик, неровно тарахтя изношенным двигателем, перевалил через поросший соснами пригорок, надёжно скрывавший озеро от посторонних глаз, и исчез из виду. Иларион пытал удачу ещё часа два, но клёва сегодня не было, хоть ты плачь. Забродов смотал удочки, выпустил на волю неосторожно попавшую к нему на крючок мелочь и уже подходил к машине, когда в кабине раздался звонок сотового телефона. «Ты в городе?» едва поздоровавшись, спросил Мещеряков. «Не совсем», ответил Иларион, забрасывая удочки на заднее сиденье и нелогко закуривая одной рукой. «А ты что, соскучился?» «Реплот, забродов!» прочувственно сказал Мещеряков. «Отрепаться и зубоскалить тебе, боюсь, некогда. Надо встретиться. Я, знаешь ли, тут не прохлаждался». «И чем ты меня удивишь?» всё тем же лёгким тоном спросил Иларион, хотя понимал уже, что шутками тут и не пахнет. Уж очень озабоченный голос был у полковника. «Удивлю, ты не сомневайся», пообещал Мещеряков. Они условились о месте и времени встречи, и полковник дал отбой. Небо опять наглухо затянуло тучами и потянуло ветром. Иларион почувствовал на щеке каплю, а через мгновение поверхность озера стала рябой от дождя. Дождь шуршал в ветвях и барабанил по капоту и крышу ландровера, стекая по ветровому стеклу извилистыми ручейками, пока большие колеса автомобиля сматывали дорогу в обратном порядке. Заросшая лесная колея, проселок, петляющий среди полей, где уныло мокли на грядках какие-то корнеплоды, и, наконец, глянцево поблескивающий, как шкура огромного морского змея, асфальт. Иларион Забродов возвращался в Москву, и по мере приближения к городу тревожные вопросы возвращались, теснясь и толкаясь на входе, словно дачники, штурмующие двери электрички.